Девушки отдыхают 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 И, конечно же, как работает Primal Split. В целом, этот персонаж у нас относится чаще всего к тройке, а именно Hard линия, вот эта линия и вот эта линия. Ну и на мид также мы пойдем как мидер. Он тоже хорошо себя может проявить за счет своих промахов. И, конечно же, выстоять очень-очень сильно против других каких-то крепких персонажей. Я сегодня записал для вас три четкие игры. Ой, сколько я писал эти катки. Лучше вам, конечно, это не знать. Но сегодня будет еще секретная катка, и что я там придумал, конечно же, это вы узнаете уже на самом геймплее. Ребятки, в целом, пожелаю всем приятного просмотра. Ну, не знаю, кто вот это слушает, вообще, мое вступление. А я ведь серьезно парюсь над этим вступлением и что-то придумываю, чтобы не запинаться. И чтобы вам было что-бы-что-бы интересно слышать это все. Ну да ладно, все равно это никто не слушает и скипает. Пожелаю всем приятного просмотра, ребятки, и мы начинаем. Поехали! Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже, это у нас Клэп. Клэп у нас способность по ходке С, нажимаем С и прокачали. И вот такая вот у нас идет анимация. У нас панда поднимает этот бочонок, как будто выпивает и топает по земле. Давайте проюзаем. Вот такой вот у нас эффектик. И в радиусе, в определенном, всем наносится урон. Они замедлены в скорости атаки, в скорости передвижения. И эта способность у нас делится на два момента. Эта способность работает отдельно на крипов и отдельно на героев. На крипов она идет одну длительность по времени, а на героев идет другую. При этом данная способность наносит у нас магический урон. Это реально очень сильная способность. Она на меду очень сильно солит, очень сильно солит в драках. Потому что, ну реально неприятный спелл. Прикиньте, вы просто замедляете скорость атаки и скорость передвижения. При этом наносите много урона. Очень сильный спелл. Ну и что ж, давайте разберем тогда уже у нас более досконально Выезжает у нас табличка, смотрите у нас, радиус 400 единиц В радиусе 400 единиц, когда вы будете юзать Клэп, у вас все юниты будут замедлены И все будут атакованы, у них будет пониженная скорость атаки, скорость передвижения МС, МС, АС и конечно же нанесен урон на определенное количество времени Далее, смотрите, урон 100, 175, 250 и 300 единиц урона вы нанесете на ласт уровень Несмотря на то, что 300 единиц, но этот спелл бьет очень сильно Я не знаю почему, но мне всегда казалось, что тут как будто чистый урон Потому что бьет он реально очень сильно, но тут просто магический урон Далее, смотрите, замедление скорости передвижения 25, 35, 45 и 55% замедления с первого спела 55% запомнили, да, на ласт уровне, это очень много Замедление скорости атаки 25, 35, 45 и 55 единиц Это тоже очень серьезно, потому что, ну давайте сравним Вот Энигма, смотрите, дамажит, а мы такие клэпаем И смотрите, ой-ой-ой, и все, она уже не может так быстро бить Она бьет уже немного помедленнее Так что это тоже очень весомо Далее, длительность замедления на героях и на крипах Это именно там, это именно тот момент, который я хотел вам сказать Что именно на героев эта длительность составляет этого спела 4 секунды, на крипов 8 То есть, если вы фармите крипов в лесочке, то, конечно же, вы можете спокойно клэпнуть И душануть нормально Ну или на линии просто клэпнули крипов И крипы очень долго будут добираться 8 секунд, они будут очень сильно замедлены И не смогут вас атаковать в драке Это тоже, кстати, может зарешать Потому что, если вы агрессивного мидера берете То есть, именно панду через агрессивного мидера Через фейзы забегаете в толпу крипов Клэпайте, агрите на себя всех крипов Деретесь с мидером То крипов будут наносить намного меньше Ну, соответственно, скорость атаки, скорость замедления Там, вот это все они покидают Пока доберутся до вас То у них ничего не выйдет Вас раздамажит Далее, смотрите Какого у нас тут есть калдаун и монокост Калдаун у нас 13 секунд и монокост 90, 105, 130 и 150 единиц маны На данную способность Монокост, в принципе, тоже хороший 150 маны за такой спелл Я считаю, что это очень хорошо Но у Мангикса есть проблемы с маной Он немного глупенький И у него проблемы постоянно с монокостом Поэтому стики Желательно еще барабаны Я иногда барабаны собираю Но на практике, вы видите Такая каточка будет 100% И, конечно же, это позволяет Немного разбавить свой монопул Сделать его немного повыше И пользоваться способностями на все 100% Что у нас можно Как скипнуть эту способность, ребятки? В принципе, это замедление Оно скипается простенько И я, как видел, там написано Даже от диффуза И темп дифф Скипается 242 Давайте проверим То есть вот так вот клэпнули И такая энигма Оп, диффуз на себя И все, замедление заканчивается На БКБшных юнитов, соответственно, этот спелл работать не будет, ребятки Так что вот такое вот простенькое применение И, конечно же, очень легкий у нас первый спелл Я надеюсь, вы поняли, как он работает Дамажит, замедляет скорость передвижения Замедляет скорость атаки И, конечно же, длится в определенном времени В определенном интервале 4 секунды для героев 8 секунд для крипов Ну и АОЕшка 400 единиц Все, поехали на следующий спелл Следующий спелл у нас Это у нас Дрюнкин Ходи Ходи, да? Знаете такую тему Ходки у нас Д Очень-очень неприятный Лайнинговый спелл Если честно, я раньше его не сильно использовал Ну, как раньше Где-то, наверное, когда Только начинал в доту играть Я качал всегда крит Вы что, крит? Это нужная вещь Но Но сейчас я вам расскажу Что делает второй спелл И какой он на самом деле, да? Типа, ну Нет, не конор Нет, не какой-то конор У нас тут свои проверки И я проверяю, как работает Так, Ходкей Д Ладно, поехали Ходкей Д Способность у нас таргетная Но она также еще и массовая В определенном АОЕ Будет у нас работать еще Дополнительно Что? А что у нас тут? А именно Замедление МС И замедление АС Ну, к слову Значит, вы кидаете пивасик Персонаж Сразу же принимает этот пивасик Буль-буль-буль-буль Женя Ну, хватит Я не знаю, будешь ты это смотреть или нет Но напиши в комментариях Если не напишешь комментарий Забаню Ты смотрел гайд мой или нет? Ладно Ребятки, я здесь про способность рассказываю А не про рофлы Хорошо, это рофлы Все равно у меня не получается Окей Закидывает пиво Андрея Карвачи И персонаж начинает спотыкаться И такой типа и промахиваться И спотыкаться Очень медленно передвигается И все Вот смысл данной способности То есть это дополнительная способность Чтобы замедлить И, конечно же, накинуть промахи То есть очень сильный спелл Который очень сильно будет контрить Каких-нибудь жестких Ручных дамагеров Таких как Тролль там, допустим Или Урса Или Хускар тот же Потому что Хускар тоже не любит промахиваться Потому что когда он промахивается под стрелами Он просто теряет свои 15 хитпоинтов За одну стрелу Так что вот такой вот спелл И что у нас тут По уровням прокачки Увеличивается у нас, конечно же Замедление Мессы И в целом спелл очень жесткий Давайте разбирать уже по табличке И откроем досконально Все секреты этой способности Окей Выезжает табличечка Смотрим, ребятки У нас дальность применения Этой способности 850 единиц Давайте закинем Смотрите Вот такая Опа Залетела При этом, вы видели Тут сбилась у нас линка Но Я вам объясню почему И что к чему Смотрите у нас Вот такой вот эффектик был На сикере Он такой вот Буханутый какой-то И посмотрите Такой вот У них такой вот эффектик Как будто он залился Но он, конечно же Будет промахиваться по вам Если будет пытаться вас атаковать Одну тычку попал Одну промахнулся Это нормально Далее, смотрите Я говорил, что это способность массовая Как видите Радиус 200 единиц На табличке написано То есть, соответственно Если в радиусе 200 единиц Кто-то будет стоять Рядом с тем персонажем Которого мы кидаем пивандри Он также получает пивандри Типа они такие стоят Тум Такие, ну давай За дружбу, так сказать И закидываются И вместе они начинают промахиваться И медленно бегать Вот такая вот у нас способность В принципе, простенько в применении Не забывайте, что она массовая Это реально очень-очень Интересный факт Далее, смотрите Закидываем в бладсикера И он побежал Эффект Вы видели, кстати, эффект Пиво летит Закидывает такое пиво И этот эффект Когда настигает Только тогда Начинает эта тема работать Хотя на сайте Айкапа написано Что независимо от этого эффекта Способность сразу же Накладывается А не пока Эта способность долетит То есть, ну пока Этот эффект долетит Но это все вранье Так что вот так вот пиво закидываете И все хорошо В чем смысл Скажешь, разец Ну типа, и что Закидываешь пиво Замедление Смотрите Лютое замедление Замедление передвижения 14, 18, 22 и 26% С одного вот такого пива Андре 26% замедления И далее Самое интересное Шанс промаха 45, 55, 65 и 75% промаха Прикиньте 75% промаха Это уже не шутки То есть, примерно 3-4 тычки С 5 атак Вы должны промахнуться Или вы должны промахнуться 7 тычек Из 10 атак Это очень сильный промах Очень лютый Из-за которого Приходится чаще всего Против панды Собирать МКБ То есть, этот герой Очень сильно универсален Тем, что он может Как и напрягать Жестко по артефактам Так и налайном То есть, вы всегда Видя панду Будете думать Блин, его либо магией Закрывать Либо физикой Физикой, только под МКБ К сожалению Так что, вот такой вот персонаж Смотрите далее Длительность на героях Также у нас тут есть И длительность на крипах На героях у нас Длительность 8 секунд То есть 8 секунд То есть, вы постоянно Можете закидывать это пиво И, конечно же Длительность на крипах 12 То есть, крипы тоже Могут принять этот пиво Андрей Ну, вы знаете В АОЕшке Не обязательно в крипов кидать Но, если вы кинете в крипа Это может спасти вашего тиммейта То, почему бы и нет И, самое интересное Монокост 50 маны Для того, чтобы залить пиво Андрея И Перезарядка 8 секунд То есть, на героях Оппонентов Всегда можно держать Этот промах И это замедление Ну, и самое приятное Что у нас тут есть Это замедление И Все вот это Вся тема Она стакается с первым спеллом То есть, замедление Становится очень диким Вы посмотрите Это еще и, как бы, ну В пределах игрового процесса В соло лобби Без сапогов То есть, это замедление С первым и со вторым Оно стакается И очень-очень неприятно Также будет у нас тут Второй спелл с третьим Стакаться А что у нас делать Третий спелл Чуть-чуть позже разберем Далее, смотрите Так как это у нас АОЕшка И Сейчас будем уже разбирать Ребятки Что у нас эта способность Как бы Как она диспеллится Вернее, а не что А что уже мы разобрали Как она у нас диспеллится Эта способность В принципе простенькая У нас тут есть Вот такая вот энигма В нее мы кидаем Пивандри Пытаемся снимать С себя диффузой Диффузой мы сняли Манта, диффузы Яула Все это снимет Пиво очень легко снимается Далее, смотрим У нас есть тут линка Давайте в линку Закинем это пиво Смотрите Закидываем в линку Давайте при этом Еще встанем к сикеру поближе Пиво кинули Смотрите Линочный у нас Сбивается То есть линка сбивается На него пиво не работает А те кто в АОЕ На них пиво работать будет И так же это работает В другую сторону Если есть какой-то Линочный персонаж То так же закидываем Смотрите Линка в АОЕ Сбивается А у этого все работает Вот так вот Так что вот это вам фишка Смотрите Блин, не знаю чем она вам поможет Но Вот такая вот фишка Имеет место быть Далее Что у нас тут есть На БКБшных юнитов Соответственно Эта тема Работать не будет Давайте посмотрим 230 То есть 230 Даже мы на БКБ Даже направить не сможем Оно так же работает Как и при клэпе То есть вы не продамажите Ничего не сделаете Если даже Попробуете закинуть Массово То тоже не повесится На БКБ Так что вот такая вот У нас ребятки Приколюха Что ж Вторую способность Мы разобрали Ребятки На лайне Очень сильный спелл Я вам покажу Как на практике его юзать И теперь переходим Уже к нашей пассивке А именно Третий спелл Поехали Итак друзья Следующая способность На нашем персонаже Это Дрюнкин Браулер Это способность У нас пассивная И тут у нас Имеется еще Очень прикольная тема Такая как Таймер Крита И таймер Промаха Но тут есть свои нюансы Я вам Об этом расскажу Пассивка у нас Это работает Просто в пассивной основе И еще дополнительно Бонусом Есть один прикол Первое Что нам дается С этой пассивки Это конечно же Крит Второе Это промах По нам будут промахиваться И мы будем критовать С уровнями прокачки Это все улучшается При этом у нас еще есть тут Таймер Таймер крита И таймер промаха Смотрите Таймер крита Как видите У нас крит откатился Посмотрите Такой красный эффект В случае Если вы Ничего не атакуете Никуда не Не бегаете Вас не бьют У вас начинает заряжаться Крит Смотрите Вот так вот И стопроцентно Вы наносите этот крит При этом видите Красный эффект уходит И ждем определенное время Время с уровнями прокачки Также у нас Увели Уменьшается Вернее увеличится Прокачивается Будет правильнее сказать Смотрите Ждем 16 секунд У нас зарядится крит И мы снова Стопроцентно Кританем При этом важно Очень Не атаковать никого Конечно же Тогда крит у нас Стопроцентно сработает То есть Если я вот так вот побегал Там опять ударил То конечно же Этот таймер сбросится Жалко что Вот тут нету такого Оповещения Двойного Знаете Два Два таких круга Первый круг на крит А второй круг На промах То есть смотрите Вот мы опять атакуем И у нас не заряжается Вот этот крит Стопроцентный И идет вот этот таймер 16 секунд Сейчас прождем 16 секунд снова Зарядим крит И опять ударим критом Я хочу просто Показать вам Вот эту тему Что есть у нас Такая зарядка Стопроцентная Стопроцентная зарядка Которая с уровнем Прокачкина слушается Опа видите Зарядился И все Хоп Хорошо И ударяем Далее смотрите Какой у нас еще есть Прикол Тут у нас должен быть Второй таймер Второй таймер На промах В случае Если панду Никто не атакует И он никого не атакует У него есть Стопроцентный шанс Критануть И Или Стопроцентный шанс За эвейдит тычку Но к сожалению Эвейд тычек Тут не работает В первой доте И это скорее всего Баг Я эту тему давно замечал Даже в описании написано Смотрите Дает шанс уклониться От атаки Или нанести критический урон Крит или уклонение Гарантированно срабатывают Если вы не атаковали Или Не были атакованы Соответственно В течение нескольких Последних секунд То есть У нас эта тема Не работает В первом Первом варкрафте Вернее В третьем варкрафте В первой доте А вот этот промах Который вылетел Это хейтерский промах Я сначала тестил Первые вот эти тычки И конечно же У меня все нормально работало Напишите вот эту тему Если честно В комментариях Срабатывало ли Оно у вас Так как должно срабатывать В случае Если вы бегаете Где-то Бегаете-бегаете А потом выходите И по вам сразу же Промахиваются У меня лично Вот тут в соло лобби Это так не работало Я не знаю Почему оно не работает И почему Так сложно сделать Два таймера Ну да ладно В принципе В общем ребятки Вы надеюсь поняли Что такое у нас Пассивное срабатывание И активное срабатывание На этой пассивке Тут должно быть Два таймера Но таймер всего один И к сожалению Стопроцентного промаха По вам не будет Но криз 100% есть Что ж Выходит у нас табличка Давайте разбирать Смотрите Шанс уклонения На первом уровне 10 На втором 15 На третьем На четвертом 25% То есть Когда по вам Будут просто бить У вас есть шанс Увернуться 25% При этом Эта способность Еще и будет Стакаться Со вторым спелом А второй спел У нас дает 75 75 плюс 20 Это получается На 78 90 Почти сотка Но По убыванию доты Там примерно Сложится до 80 До 90% Плюс бабочка 95% То есть Ну Где-то вот так Вот это будет Варьироваться И конечно же Не будет такого Что из 10 тычек Там по вам попадут Ну примерно 10 Ну то есть Вернее Если из 10 тычек То есть 10 тычек И по вам попадут Там допустим Одну тычку Ну маловероятно Конечно Но скорее всего Это так и будет Потому что там Примерно 90 шансов 90% шансов Должно быть на то Что по вам промахиваются То есть Именно по убыванию доты Как эта тема работает Я примерно вам рассказывал И В принципе Этого Достаточно Далее Смотрите Сейчас Респаун Не могу Блин Когда в голове Делятся на несколько команд Вот эта вот вся тема Не могу работать Очень тяжело Далее Смотрите Шанс критического удара 10, 15, 20 и 25% То есть У вас есть шанс Нанести двойной урон Крит у нас К слову 2 и 0 У панды В принципе Средние криты 2 и 0 Есть шанс Нанести 25% Тупо 200% На И все Это на ласт уровне Но прикольный крит На самом деле Еще мне нравится Что этот крит Заряжается То есть Если вы Идете в какой-то Ганг У вас сразу Крит зарядится У вас там Дабл дамага Знаете ДД активируете Забегаете И сразу 2 и 0 400 урона Прописываете на ранней стадии Это очень Очень много Ну и перезарядка У нас Таймеров Но таймера Так как Таймер 2 На промах Не работает Смотрите 16-14 12 и 10 Секунд Давайте я даже Вот так вот В тройку Вкачают У нас по идее Сейчас 12 секунд Должен быть таймер И вот так мы ударили Мы сбросили Этот таймер И по этому таймеру Мы будем сейчас И ориентироваться Работает ли у нас Эта тема Но у нас может Еще и пассивный промах Срабатывает Так что будет Тут немного тяжело Эту тему понять Сейчас у нас Это откатится И будем тестить Окей Атакуем Первая тычка Да даже вот сейчас Уже все видно было Что второе таймера Просто не существует На промах Так что вот такая вот тема Они должны В принципе Там условия Если вы не атакуете И вас не атакуют То откатываются Оба таймера И тычка 100% Будет промахом Или 100% Будет критом Так что вот такая вот тема Ребятки Уф Что ж у нас В принципе Делается тут с пассивкой Ребятки Так как у нас Это пассивка Она у нас Снимается Сильверейджем Соответственно Когда вас ударят С бэкстеба Вот этого Сильверухи То у вас Отнимется промах Отнимутся вот эти Таймеры И криты Далее Проходит Сквозь иммунитет К заклинаниям Господи К иммунитет К заклинаниям Если у вас есть Бкб То пассивка У вас отлично Все работает Все хорошо И нет никаких У вас проблем В принципе Ребятки Тут более Рассказывать нечего Очень сильная способность Даже вот можно Вот так вот Потестить То есть Ну Сикер Вот бьет Сколько Три тычки Уже Четыре тычки Попал Пять тычек Попал Шесть Шестую не попал Седьмую попал Восьмую не попал Девятую попал Он всего промахнулся Два раза Я не пойму У нас доджи в троечку И пивандри В сорок пять процентов Из них Семьдесят процентов Получается То есть Тридцать процентов Только сработало Но это такое Давайте потестим Мне самому Если честно интересно Вот шестьдесят пять И двадцать пять Давайте Потестим Вот это на сикере Шестьдесят пять И двадцать пять Поехали Он начинает Атаковать Окей Поехало Раз Промах Два промах Три промах Попадание Четыре промаха Попадание Пять промахов Семь Так Ну получается Семьдесят процентов Примерно и сработало Да То есть Ну все работает Так как и надо Так как я и объяснял Примерно у нас будет Шанс промаха Там девяносто Восемьдесят процентов По убыванию доты То есть Не будет стопроцентно промаха В сочетании с вторым И третьим спеллом В общем Вот такая вот у нас Ребятки тема Это не уникальный Модификатор атаки То есть Сюда можно Любой орб эффект Пихать Даже криты Если мы соберем Бури Смотрите Итем бури И допустим Тут СТР Вот так вот сделаем Будем атаковать У нас может Такой прикол быть Что у нас будет Несколько критов Вылетать Итем Мон Давайте поехало Смотрите Проверим Триста Триста двадцать четыре Вот этот триста двадцать четыре Этот поменьше Криточек Походу Это у нас вылетел С пассивки С пассивки И с буризы Побольше криты Вот триста двадцать Это пассивный крит Триста восемьдесят Это у нас с буризы То есть смотрите Криты такие частенькие В принципе Они еще могут Иногда В один складываться То есть Я лично помню Такую тему Но восемьдесят пятая карта Она уникальная карта Тем то что Она пишется Совсем по другому И тут может все Работать по другому Поэтому надо Эту тему проверять Смотрите Какие криты сейчас И какие криты сейчас В принципе Они сами по себе Криты на панде Очень Очень частые Или смотрите Не работают Да криты Опа Пацаны Чекайте Сто пятьдесят Криты Они походу Заменяются Да Или нет У меня же урон Упал соответственно Нет Не заменяются Должно работать А я испугался уже Что они заменяются Честно Смотрите Ну все работает Все в принципе Работает Так криты чаще Чем вот так вот То есть соответственно Буриза тоже будет Сюда стакаться Ну посмотрим В целом Как это будет На геймплее И в случае чего Если что Соберем Будем фул дамагера Собираться Будем по фану Так сказать А я испугался Просто урон упал И испугался Думал что не работает Что перекрывают Потому что на 85 карте Это надо все проверять Но к счастью Работает ребятки Вся эта тема И конечно же В принципе Это все друзья У нас На эту способность Сейчас уже будем Переходить к самой Сильной способности На нашем персонаже Это Праймал сплит Тут очень много Будет рассказано Плюс еще будет Разбор аганима Поэтому ребятки Сейчас будем уже Приступать Думаю по Пассивке Вы поняли На самом деле Пассивке я уделил Очень много времени Потому что тут есть Нюанс Который Имеет вот этот Таймер Ребятки Таймер Вот этот 16 14 12 10 Его нужно Понимать Надеюсь Кто-то Ну до конца Дослушал И не будет Потом переспрашивать Ребятки Все Поехали Будем разбирать Сейчас ультимейт Итак ребята Приступаем мы Конечно же К разбору Нашего ультимейта А именно Праймал сплит Тут я подготовил Очень много тестов И очень Очень много Информации Мне нужно будет Вам преподать Исходя из того Что я буду Сейчас тестить Потому что На Айкапе Нету Ну нету Информации По каждой Левельной Составляющей Каждой Банды Во время Ультимейта И что у нас в целом Ну это я так Ввожу вас в курс Дела Что у нас в целом Будет происходить Когда я буду Нажимать Праймал сплит Мы прокачали Данную способность Ходкей у нас Р И сейчас у нас Вот так вот Смотрите Нажимаем Р И у нас Вот такое идет Раскидывание Раскладывание Но я его отменил Я люблю играться Не знаю На Аш Отменяю И конечно же Предотвращаю Вот это Раскладывание В нужный момент Когда вам Либо угрожает Опасность Или вы хотите Дополнительно Способностями Которые вам Будут даваться Из других панд Вы можете нажать Ходкей Р И конечно же Разделиться Давайте я вам покажу Как это выглядит Нажимаем Р И вот так вот У нас появляется Три панды Дополнительные И смотрите Есть Файр панда Есть У нас Эрс панда И есть Шторм панда У каждой из этих панд Есть свои способности Которые мы будем Отдельно разбирать Также у этих Панд Еще имеется Отдельно Отдельное 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 Озвучка Вот вы даже Не можете себе Представить И никто Об этом Даже в принципе Не задумался Но у каждой панды Есть разная Отдельная Фоновая Озвучка То есть Когда вы нажимаете Идет голос И сзади фон То есть Эту тему Я тоже Вставлю И тоже Послушайте Ну и будем Разбирать Каждую панду На каждом Уровне прокачки Это очень Серьезная Будет работа У нас Но в целом Разберемся Но давайте Для начала Разберем Уровне прокачки И что у нас Тут по левель Улучшается Смотрите Выезжает у нас Табличечка Длительность У нас Ультимейта 15, 17, 19 На ласти Монако 125, 150, 175 Перезарядка 140, 120 и 100 И конечно же У нас Также еще Имеется Желтая надпись Желтая надпись Сигнализирует О том Что у нас Тут есть Аганим О аганиме Также поговорим Немного позже После всех Тестов В чем фишка Этого ультимейта В целом Когда вы разложены На три панды Основной пандой У вас Является Эрс Вот этот Эрс панда Эта панда У вас Будет наследовать Все ауры Радиенсы Шивы Керасы Володьки Гемы И всякую прочую Другую дичь Которая у вас Есть И именно За этой пандой У вас Будут идти Все эти ауры А это у нас Статичные панды Которые будут Отдельно Как бы если вы их потеряете Ничего страшного не будет Теперь давайте разберем ситуации На вас жестко напали И разбили у вас Вот эту панду Из какой панды Вы появитесь Мы потеряли Эрс панду И соответственно У нас вот выбор В каких пандах Мы появимся Мы появимся Именно в шторм панде Потому что У нас идет приоритет Если убивают землю То остаемся в шторме И наоборот Если у нас Убили землю И убили шторма То мы появимся Естественно В флейме Так что вот такая тема В случае Если все эти три панды Умерли То панда Тоже основная Мангикс Он умирает Так что вот такая Вот у нас Приоритетность Надеюсь вы поняли То есть если вы Потеряли у нас Вот так вот Потеряли шторма И у вас есть Эрс Вы появитесь в Эрсе Если вы потеряли шторма И эрса Вы появитесь в флейме Главное чтобы флейм Тоже не умирал Флейм очень быстро Передвигается у нас И конечно же У него тоже есть Шансы убежать Но у шторма Инвиз есть И конечно же С помощью инвиза Вы также сможете Убежать Так надеюсь По приоритетности Вы поняли Что вы всегда Появитесь в эрсе Если у вас есть эрс Надеюсь вы поняли Да? Хорошо Это мы разобрали Далее что мы будем Разбирать Следующие моменты Которые у нас Идут под разбор Это каждая панда На его уровнях С первого С чего мы начнем Это первый уровень Прокачки И конечно же Сейчас будет у нас Небольшая вставочка По звуку сначала Который у нас есть А дальше Мы будем разбирать Каждую панду По левель И все Поехали Слушаем Звук камня Звук шторма И звук огня Вот такая вот друзья У нас есть там Озвучка И вы спрашиваете Иногда Азеса Зачем нам все это надо И как ты вообще Зачем Почему ты вообще В Варкрафте Слушаешь Вот эти звуки Эти звуки Мне на самом деле Помогают сосредоточиться В тот момент Случай Если даже вы Находитесь в драке И вы что-то клацаете Вы можете просто Этот момент услышать И понять Что вы взяли под контроль Или же Если вы деретесь И немного не уследили Вы можете там Услышать звук Допустим Ну как огур умирает Ооо Типа и все Огр умер Соответственно Вы понимаете Что огра в драке Уже нету Так что Вот такая вот у нас Ребятки Тема Далее Что мы будем делать Я хочу сейчас вам Показать работу Аур во время Ультимейта Нашего Нашего Так сказать Праймал сплита В время работы Мангикса Смотрите У нас тут есть Все возможные ауры Которые Ну может еще что-то есть Не знаю Я так набросал Что будет у нас В принципе работать Эта вся тема Прекрасно работает Когда мы просто На панде Вот так вот бегаем И сейчас я вам покажу Как это будет работать В Праймал сплите Разделяемся Немного замедлим Время И смотрите Флейм подходит От флейма Нету никаких аур Подходит у нас Шторм Даже подбегает Я бы выразился Оп и нет И теперь подходим Вот этой пандой Смотрите У нас тут все Работает Причем очень жестко Посмотрите Как пилит Двойной радиенс Знали такую фишку? Почему радиенс Так качественно Собирает Да Посмотрите Двойной радиенс Идет Почему идет Двойной радиенс Эту фишку Мало кто знает Но Во время ультимейта Панды У нас тут имеются Такие два Неприятных радиенса Двойное запиливание Я не знаю Как это работает Почему это так работает Но это очень Жестко начинает дамажить Посмотрите на сайленсера У сайленсера Как сейчас ХП уходит Они уходят у него нормально Посмотрите Уходят нормально Как и должно быть Но Когда мы Праймал сплитим Я не знаю Почему это так работает Но эту фишку Если честно Я не озвучил до того момента Пока не начал писать гайд Теперь смотрите Как эта тема работает Смотрите Два радиенса То есть вы понимаете Да Почему радиенс На брюмастере Стоит собирать А теперь Сейчас мы подведем Еще и флейм Оттуда Смотрите Подводим туда флейм И подводим туда Радиенсового Посмотрите Смотрите Как дамажит Вот эту тему Ребятки Чисто вам по секрету Говорю Чисто Только По секрету Только никому Не рассказывать Реален Вот такая вот У нас приколюха С аурами Радиенс Мастхэв Далее Что у нас там Еще было Все ауры Которые мы имели А именно Шива Кираса Все это работает При этом Кираса и барабаны У нас еще будут Немного ускорять Нашего шторма Нашего Эрса И нашего флейма Так что Вот такая вот Ребятки У нас приколюха Далее Какой момент У нас нужно разобрать С аурами Мы в принципе Эту тему Всю поняли Радиенс Выкидываем Эту всю тему Выкидываем Дабл радиенс Вы тоже поняли Ребятки Смотрите далее Какой у нас момент Сейчас будем Приступать к разбору Каждой панды Это очень Трудоемкая тема И рекомендую вам Не скипать Чтобы понимать Какая способность Есть у каждой Из этих панд Поехали Итак ребят Прежде чем мы приступим К разбору первой панды Я бы хотел еще Уточнить один момент Все кто смотрят Мои гайды И все кто смотрят Пристально теорию Они ничего не упускают А я к сожалению Упустил И я хочу сейчас Это вставить здесь Мы не разобрали Каждую панду По типу урона И по типу защиты Защита у панд Одинаковая Она в принципе Мэджик резистанская То есть у них защита По идее от магии Побольше Должна быть Сопротивление магии Ну то есть Такой тип защиты Но это в доте Не особо важно И тип атаки Сейчас мы также разберем У флейм панды У флейм панды Имеется у нас Геройская атака А у других панд У шторма И у эрса Имеется Дальний Дальний тип атаки Я не понимаю Почему у ближней панды Имеется дальний тип атаки То есть смотрите Как у нас бьет флейм И как будут бить другие Окей Вот так вот сделаем Флейм у нас бьет Геройской атакой Он бьет Немного побольнее И эрс У нас бьет В ближней стойке Но у него написано Дальний бой И это тоже Немного непонятно В принципе Самая дамажащая панда Является у нас Самой дамажащей пандой Является у нас Флейм Потому что у него Геройский тип атаки Что такое Геройский тип атаки Все герои в доте Имеют этот Геройский тип атаки Вот Вот такой вот Геройский тип атаки К сожалению За вебкой Вы не видите Но тут такой Ну меч такой Да Оранжево-золотистый То есть Этот именно тип урона Идет у нас У этой панды Соответственно Она бьет Немного больше А остальные панды У нас имеют Такие как Шторм и Эрс Имеют Тип атаки Дальний бой Я не знаю почему У ближнего У Эрса Имеется дальний бой Если честно Для меня это всегда Было вопросом Как и вопрос Почему пилит Варадиенс Но не суть В общем Эту тему мы разобрали И сейчас Мы будем разбирать Первую панду А именно Флейм панду Что у нее есть Давайте приступим К разбору первой панды Итак ребята Приступаем мы К разбору Нашей первой Флеймовой панды Но тут мы Также будем еще Разбирать По левельную Составляющую Праймал сплита То есть Если мы будем Разбирать флейма То мы будем Разбирать все Три флейма С трех уровней Прокачек И так далее Надеюсь вам будет Это более чем понятно У нас тут есть Первый уровень Праймал сплита Есть второй уровень Праймал сплита И третий уровень Праймал сплита А потом отдельно Будем уже в конце Разбирать аганим Что ж Давайте Выводим у нас Панду Первого праймала И смотрим у нас Флейм панду Флейм панда Появляется И у нас тут Геройский тип атаки, потом МС 522 и Малейд 15 демэдж пер секунда. Первая способность на Флэйм Панде. То есть в радиусе 200 единиц, когда Флэйм Панда будет находиться с оппонентами или скрипами, будет наноситься определенный ДПС. У нас тут 15 демэдж пер секунда в данный момент. И есть у нас тут еще Резистент Скин. Что этот спелл у нас делают? Данный спелл не позволяет направлять на Панду некоторые определенные магии. Или если же в случае, если вы смогли что-то накинуть на эту Панду, какую-то магию, то эта магия будет идти немного меньше. Все негативы, то есть будут идти меньше на этой Панде. А некоторые негативы вообще нельзя будет накинуть. Например, вот как Блад Рейдж и, конечно же, Игнайт с Огра. Вы не сможете, так сказать, воспользоваться Блад Рейджем, но сможете накинуть Игнайт. Но Игнайт будет идти немного поменьше. Так что вот такой вот у нас спелл. Разобрали первый уровень Праймал Сплита. Давайте разбирать второй. Смотрите, юзаем второй левел Праймал Сплита. У нас тут уже Панда немного побольше. Посмотрите, какой урон стал. 115 на 130. И Малет стал у нас теперь 30 демэдж пер секунда. 115 на 130 атака Панда у нас стала. Если тут у нас атака Панды была немного поменьше, а именно 72 на 82. Посмотрите, а тут 115 на 130. И значительные размеры между первым левелом Праймал Сплита и вторым. То вот такая вот у нас тут приколюха. И далее, смотрите. По Ималейту вы все поняли. То есть Ималейт у нас там стал 30. Далее, смотрите. Это второй левел Праймал Сплита был. И сейчас мы заюзаем третий левел Праймал Сплита. Да, пошел у нас такие же большие панды, как и на втором левеле. Давайте заспауним. И смотрите. Опа, 115 на 130 дамага второго левела. И третий левел у нас имеет 144 на 164 геройский тип атаки. И Ималейт у нас уже составляет 45 дпс. То есть получается 45 демэдж пер секунда вы уже будете наносить. То есть чуть-чуть побольше у нас стало. МС у нас при этом неизменный и меняется только у нас вот эта атака и конечно же Ималейт. Ну и я думаю еще у нас вот этот скин резистент, он тоже немного улучшается. Может быть с уровнем прокачки также у нас меняются, может какие-то дополнительные способности нельзя вязать. Или вот это изменение длительности магии, оно становится чуть-чуть покрепче, исходя из того, что улучшается Ималейт. К сожалению, эту тему никак не проверить в условиях, которые делаю я. Тут нужно уже проверять по бумажкам и именно где-то на сайтах. Потому что тут, к сожалению, менее информативно. И только в условиях жестких тестов вы сможете это узнать. В общем, ребятки, вот так у нас меняется Панда Флейма с первым, вторым и третьим уровнем прокачки. Поехали на следующую Панду, посмотрим Шторма теперь. Следующую Панду, которую мы разбираем, это, конечно же, у нас Шторм Панда. Давайте мы ее сейчас вызовем и посмотрим, что у нас меняется. Что у нас есть вообще. У этой Панды есть три активные кнопки. Есть резистент скин, такой же, как и у Флейма. И, конечно же, у нас тут определенное количество ХП и есть Мана, благодаря которым мы будем еще как-то юзать наши способности. При этом у нас, посмотрите, дальний тип атаки. У нас дистанция атаки 500 единиц и имеется две защиты. Если у нас тут защиты совсем нету, не было на Флейме, то теперь на Шторме у нас есть какой-то хотя бы кусочек защиты. Давайте разбирать магии нашего Шторма. У Шторма есть Диспел. Первая способность это Диспел Мэджик. Требует она 75 маны и если есть какие-то засумоненные юниты, то есть, допустим, Идалоны или какие-то там Некрономикан, то эта способность нанесет им 200 урона. Или, допустим, это Форджет Спириты. Смотрите. И вот такая вот большая АОЕшка. АОЕшка у нас примерно где-то 850 или 1000. И, конечно же, в этой АОЕшке вы сможете спокойно задиспелить какие-то позитивные бафы. Давайте я вам сейчас это покажу. Допустим, Огр накидывает тут Бладласт и мы можем спокойно задиспелить эту тему. Вот так вот подбегаете и диспелите. Бладласт снимается. При этом АОЕшка, блин, очень большая. Но, если взять того же Свена и его Варкрай, то, к сожалению, Варкрай этот диспел не снимет. Как видите, Варкрай у нас не слетел. Давайте еще раз. Возможно, я там не успел сделать, потому что Варкрай эффект уже, походу, кончился. Нажмем сейчас еще раз. Жмем Шторма. Хорошо, есть Шторм. Варкрай. И поехал. Вот так вот Варкрай пробафан. И пытаемся его снять. Как видите, Варкрай не снимается в статусе. Он до сих пор висит. И, к сожалению, вот такая тема. Что по колдауну, спросите вы? Колдаун на эту способность у нас 6 секунд. Так что в течение 6 секунд вы сможете постоянно что-то диспелить. Но при этом 75 маны вы будете тратить. Это первая способность на Шторме. Давайте разбирать сейчас вторую способность на этом Шторме. Вторая способность на Шторме это Циклон. Это тот же самый Юл, но только с большой длительностью. Монокост на 150 единиц маны. Колдаун у нас будет 8 секунд на эту способность. И когда вы поднимете вот так вот кого-то на этот Циклон, он будет кружиться 5 секунд. Именно герой. Но Крип будет кружиться в течение 20 секунд. То есть если вы отправляете его туда на Циклон, то 20 секунд он там будет кружиться. При этом колдаун я уже озвучил. Это у нас 8 секунд. И какой следующий у нас есть момент. В комбинации с первым и вторым спеллом у нас такая приколюха, что вы можете поднять на этот Циклон. И когда вам нужно, вы можете задиспелить этот Циклон, мгновенно опустив Юнита. При этом это позволит задизейблить. И в случае там, если вы хотите что-то прождать. А именно прождать, допустим, если у вас каменная панда, вы сможете спокойно проделать эту комбинацию. Подняли на вот этот Циклон. И, конечно же, делаете все свои вещи. Далее, какая у нас есть еще способность на Шторме. Шторм у нас имеет еще также Виндволк. У нас Шторм двигается со скоростью 350 единиц. А Виндволк ему даст еще 50% скорости передвижения. То есть вы станете 522 по бегу. И, конечно же, у вас появится еще и бэкстеп. Когда вы захотите выйти вот так вот и атаковать кого-либо, у вас будет бэкстеп равный 100 единиц на первом уровне прокачки. При этом монокост у нас на наш Виндволк составляет 75 единиц маны. И калдаун у нас имеется такой. 7 секунд у нас калдауна на данную способность. Ну и, конечно же, резистанс скин также тут присутствует. Такой же, как и у Флейма у нас. Ну и, в принципе, вот такая вот у нас панда. Эта панда у нас позволяет быстренько убежать в случае, если вы потеряли вот эти две панды. И, конечно же, чтобы засейвить свою задницу, вам достаточно будет, ну, конечно же, просто убежать в сторону и появиться где-то там, куда вы убежали. В случае, если вы потеряли опять-таки две панды. Повторяюсь. Вот такой вот у нас Шторм панда на первом уровне Праймал Сплита. Давайте сравним теперь. Второй у Левел Праймал Сплита. Поехали. Смотрите. Юзаем. У нас, по идее, резистансы вот эти все, диспеллы, дебафы не меняются. Далее смотрим. Виндволк. Очень интересно с виндволка. Посмотрите. У нас увеличился урон. Увеличилось количество хитпоинтов. Увеличилось. И монопойнты значительно подросли. Смотрите. У нас сейчас 1500 хп и 750 маны. А на первом Левеле у нас было всего 1500. И 500. При этом флейм, кстати, не меняется по хитпоинтам. Эту тему я не указал. Но сейчас я указываю. И, конечно же, давайте еще раз посмотрим на втором Праймал Сплите. Что у нас там еще есть? Какая-нибудь приколюха. Может, он Варкрай научился у нас вторым спеллом снимать? Смотрите. Нет. Не диспеллет. Соответственно, все у нас так же и работает. Бэкстеп у нас такой же. Такие же темы все. Атакуй давай. За Пандарию. Такой же бэкстеп у нас и все такая же тема. Просто увеличился у нас урон. Увеличилось у нас количество хитпоинтов и монопойнтов. То есть вы сможете чуть-чуть побольше поюзать. Смотрите. 37 на 43. Это первый уровень. И второй уровень. 75. Дамаги у вас имеется. Это второй Праймал Сплит. Давайте заюзаем третий Праймал Сплит. Смотрите. Юзаем третий Праймал Сплит. И теперь у нас 1900 хп и 750 маны. А, смотрите, что у нас давал второй Праймал Сплит. Смотрите. У нас тут 159 урона у третьего левела. И второй левел 75-84. Обратите внимание. Очень большая разница. И в хп и монопойнтах тоже очень большая разница. Смотрите. 1900-750 и 15750 мана остается неизменной. И все остальное у нас в принципе такое же. То есть получается второй левел очень значительно отличается от третьего по дамаге. И это очень сильно заметно. Далее смотрим. Смотрите еще. Опа. Вот так это. 171 урон дальней атаки. Это очень много. Давайте проверим. Может все-таки варкрай захочешь задиспелить третьим левелом Праймал Сплита? Нет. Не диспелит. Далее. Виндволк. Виндволк у нас в принципе похоже. Такой же. Да. Бэкстеп у нас такой же. Но и резистент скины такие же. В общем и целом. Что у нас тут поменялось? У нас поменялся дамаг. Поменялось количество хитпоинтов и монопоинтов. Ну и конечно же увеличилась еще и длительность действия Праймал Сплита. Так как это у нас третий левел. Вот такой вот у нас штормик, ребятки. По ходкейм. Надеюсь вы также все поняли. Ходкейм у нас Е, С и В. Е это у нас диспелл. Соответственно. Вот так вот на Е юзаем. С это циклон, естественно, С. И W это у нас виндволк. Все. Вот такая вот простенькая тема. Поехали теперь разбирать у нас Эрс Панду. И это у нас основная панда. Благодаря которой мы будем наносить как можно больше урона. Плюс ауры. Ну вообще очень много наносит урона у нас Файр. Но это из-за того, что у него здесь геройский тип атак. Но у Эрса тоже есть что-то интересное. Давайте посмотрим. Итак, ребята, остается у нас Эрс Панда. Эрс Панда это у нас основная панда, у которой есть там всякие ауры. Да, не ауры. То есть, ну, если вы собираете, то она унаследует все ауры, конечно же, от вот этого Мангикса. И давайте заюзаем и посмотрим, что у нас есть у Эрса. На самом деле очень интересно. Сразу посмотрим его ХП. ХП 1500, 400 маны. У нас МС 325 единиц. Атака 37 на 43. И есть одна активная способность. И три пассивочки. Активная способность на расстояние 1000 единиц закинет в оппонента по ходкею Д. Камень. Перезарядка 5 секунд. Монокостов у нас, кстати, смотрите, нету на эту тему. Я немного не понимаю, почему. И вот такая вот приколюха. Наносит эта способность у нас камень этот 50 урона. Оглушает на 2 секунды. И, конечно же, кодешится 5 секунд. Это первый уровень праймал сплита. Может быть, потом что-то и поменяется. Мы посмотрим. Вторая способность. Пульверайз. Эта пассивка дает 20% шанса нанести во время атаки 40 дополнительного демажа. То есть, если вы вот так вот будете атаковать, давайте посмотрим. Ну, давайте не сикера, лучше вот этого пацана. Посмотрим сейчас, сможем ли мы нанести этим пульверайзом что-то побольше. Вроде пока не срабатывало. Ну, бьет он так хлипенько, на самом деле, этот Иордс. Но ничего поделать с этим нельзя. Я еще сделал замедление, чтобы побольше, ну, так сказать, потестить в этой теме. И давайте посмотрим еще раз. Ну, вот он бьет вот так вот, да, типа, ну, слабенько бьет. Типа тип дальней атаки. И, конечно же, ну, вроде должен пульверайз когда-нибудь сработать. Я думаю, там будет, в принципе, заметно по урону. Вот он, вот он, пульверайз, да, пошел. То есть, панда даже бьет своей вот этой каменной фигней. И, соответственно, пульверайз работает. Далее, что у нас тут есть? У нас тут есть full spell immunity. То есть, даже на эту панду направить ничего нельзя. То есть, даже лагуну, смотрите, она лагуну не может направить. А если кидаем вот так вот в вейв, то, видите, этим юнитом, этим пандам нанеслось. А этой панде не нанеслось. И, конечно же, есть resistance skin. В случае, если что-то там на вас и попадет, допустим, даже как-то может быть там с плэшем, я не знаю. Но и с плэшем это не попадает. То есть у вас еще тут resistance skin. Который позволит снизить длительность и, конечно же, не направить некоторые магии. Так что вот такая вот у нас Earth Panda первого левела. Давайте посмотрим, сравним с пандой второго левела, Earth'ом. Раскатываем и смотрим у нас сравнение. Смотрите, эту тему тут оставим. Earth 37-43, 1500-405 защиты. И Earth у нас второго левела. 2-200 хп, смотрите, какая разница. И 500 маны. 2-200 хп очень приемлемо. Дамага у нас немного поменялась. 37 на 43, 75 на 84. И смотрим, что у нас тут могло поменяться. У нас Pulverize остался неизменным. Pulverize остался таким же. 40 дамаги, 20 шансов. И далее давайте посмотрим, еще что-то может поменялось. Раскатываемся. Смотрим, отводим вот этого вот сюда и вот этого вот сюда. Смотрите, 2 у нас каменные панды. Вот так идут. У нас тут идет 50. Смотри, а, 50 поинтов, да, уже? А тут у нас было... А, нет, все. Все, сори, газанул. То есть по 50 так же у нас и наносит вот этот камень. Но только камень стал побольше, да. Тут, ну, блин, сам эффект визуальный, да. Так все осталось неизменным. Такой же у нас имеется и Pulverize там же. И, в принципе, все, ничего не поменялось. Давайте теперь проверим второй уровень с третьим. Что у нас меняется на третьем уровне. Давайте юзаем теперь панду второго левела, Primal Split, и третьего. Смотрим, вот это третий, вот это второй. Смотрим. Опа. Вот так вот они у нас подходят. Хорошо. Смотрите, панда второго левела у нас имеет 2200 и 500, а панда третьего 3600. И дамага 159, 171 и 75, 84. Просто в два раза дамага скаканула, вы посмотрите. Остается, что у нас тут? 50 поинтов наносит, 2 секунды стана, 5 секунд кд и Pulverize такой же. В общем, у нас добавляется очень сильно дамаг и очень большое количество хитпоинтов у нас становится с Primal Split в троечку. Так что вот такая вот у нас, ребятки, тема. Earth у нас очень сильный становится. 3000 хитпоинтов становится на третьем уровне Primal Split. Это реально очень-очень много. В сравнении даже, смотрите, давайте с первым левелом посмотрим. Смотрите, если на первом левеле 37 на 43 атака и 1500 хп, то тут 159 на 171. Давайте сравним, как они атакуют. Посмотрим. Смотрите, как тут он лупит нормально и как тут щекочет. То есть, ну, разница, я думаю, ощутима, ребят. Посмотрите, как щекочет и как реально бьет очень сильно. Так что вот такая вот у нас, ребятки, тема Primal Split третьего левела на Earth очень-очень сильно действует. Ну и что ж, остается у нас что? В принципе, все мы протестили. Earth мы также еще протестили. Сейчас остается нам протестить Аганим. Как будет Аганим сидеть на этом персонаже при этих трех левелах Primal Split. Давайте сейчас на это и посмотрим. Итак, ребят, осталось у нас проверить Аганим. Аганим мы уже собрали. Визуального эффекта, к сожалению, никакого у нас не дает. Но! Но! Наша панда теперь во время Primal Split дает некоторые способности нашим пандам. А именно, давайте разультимся и посмотрим. Смотрите. Теперь у нас у Fire Panda унаследована пассивка с критами, которую мы раскачали в зависимости от уровня. То есть, если у нас на Мангиксе пассивочка в тройку, то и тут будет также в тройку. Это первый момент. Второй момент. У Шторма у нас появляется теперь Трюнкенхазе. Также по ходке ЭД вы можете закинуть. Ну, а у нашего Эорс панды появляется теперь Клэп. То есть, все наши способности, которые были у нас там прокачаны у нашего героя, теперь они есть у нас у этих панд. То есть, соответственно, вы можете все это раскидывать, разюзывать. Вот так вот просто жестко разносить. А эта панда, прикиньте, с геройской атакой теперь может критануть этой геройской атакой. То есть, наш Аганим максимально улучшает наших панд. Смотрите, 160 геройского крита. Да, посмотрите, как он раздамажил Свена. У Свена 7 армора, там 500 хп он просто снял за 4 тычки. Это реально очень-очень жестко. Теперь мы хотим... Вернее, я хочу посмотреть, насколько жестко будет у нас вся эта тема меняться. То есть, ну, в целом, надеюсь, вы поняли, что Иорс у нас унаследует Клэп. Шторм унаследует у нас Дрюнкин ХЗ. А, конечно же, Фая унаследует наш Браулер. То есть, соответственно, нашу пассивку. И мы становимся очень жесткой дамажащей темой. Давайте теперь посмотрим второго левела, как у нас поменяется. То есть, будут ли у нас какие-то дополнительные плюшки. Смотрите, все у нас, в принципе, так же остается. Да, 1200, 1500, 2200. Видите, Аганим улучшает у нас только пассивку. Ой, пассивку улучшает только вот эти способности. Странно, у меня почему-то на статичных на этих не работает Аганим. Хотя там были Аганимы. Ладно, сейчас перебафаем и посмотрим. Добавляет подспособности. Я надеюсь, вы поняли эту тема. Самое классное, что мне нравится, это то, что у Фаера появляются Криты. Криты и Евасин. Это реально очень годно. Да, тут есть Аганимы, но странно почему-то... А, я понял, почему не работает. Вот почему не работает. Все у нас там есть, Аганимы. Но способность, так как не изучена, она, естественно, и не унаследуется. Давайте еще раз ультанем. И смотрите. Имеется у нас тут Клэп, имеется у нас Болдер. Самое классное, что можно все это заюзать под конец. Давайте посмотрим, как сильно будет дамажить. Он, смотрите, 144. Опа-ля, побежал тычки давать. Смотрите, две тычки. Три тычки. Четвертая тычка. Посмотрите, сейчас Крит еще выдаст. Не хочет выдавать Крит, да? Выдавать Крит не хочет. Самое классное, что мне нравится, что у нас КД разное. То есть, если я тут Клэпнул, смотрите, тут Клэпнул раз, появляюсь и могу еще раз Клэпнуть. То есть, вот такая вот тема мне очень нравится. То есть, у вас получается за время действия нашего ультимейта, то есть, если у нас Клэп 13 секунд Клдауна, то и тут тоже 13 секунд КД вы можете заюзать один раз Клэп, успеть. Потом заюзать под конец еще второй раз Клэп и появиться основной пандой и заюзать третий раз Клэп. То есть, это очень-очень жесткая тема. Ну и, конечно же, закинуть Пивандрия массово на панде Шторма вы также сможете. Мне это, если честно, очень нравится. Но с уровнями прокачки, видите, как Аганим никак не влияет на наших панд. В принципе, ничего больше не улучшается. Добавляется только у нас допы, способности и это классно. Не знаю, мне это очень нравится. Я, если честно, с этой темой кайфую. Вот такой вот у нас Аганим, ребятки, на панде получается. Вроде, в принципе, ничего не упустил я. Показал вам полностью нашего Пандерена Брюмастера Мангикса в лучших красках. Разобрали Аганимы, разобрали все три панды. Разобрали дополнительные фишки, допустим, те же самые с аурами и прочими моментами. Ребятки, что ж, в принципе, теория подошла у нас к концу. Обязательно напишите, кто дошел до конца, кто послушал все мои брения. И что новое вы узнали из вот этого, что я вам рассказывал сегодня по этой панде. Надеюсь, вам что-то стало более понятно. И, конечно же, теперь вы профессионалы на пандах. Если честно, я люблю этого героя, потому что у него специфика, вот эта вот вариация прикольная, да. То есть вы можете подраться, у вас лоу хп, залезть в ультимейт, немного там в ультимейте отсидеться. И, конечно же, потом продолжить драку. Давайте еще одну тему прочекаем, хеарт. И давайте время вернем в обычное русло. Я хочу очень сильно протестить старую фишку. Я помню, был такой прикол, когда у вас была Тараска на панде, и вы спокойно могли ее юзать. То есть вот так вот вас продамажили, да, у вас остается... Ой, я там, к сожалению, с кдшкой ультимейт. Давайте еще одну фишку посмотрим, и я от вас отстану. Пойдем уже к аточке смотреть, ребятки. Просто я очень хочу досконально, максимально показать вам этого героя. Что мы можем тут сделать еще? Будет ли эта фишка работать? Если честно, помню, в старых версиях эта тема работала. Допустим, вас вот так раздамажили, вы лоу хп, вы ныряете в ультимейт. В ультимейт. И вас Тараска должна захилить, пока вы там бегаете ультимейт. Но, как видите, не хилит Тараска. То есть она отключается как будто, и она не работает. А в старых версиях эта вся тема работала. Ляка кританул 300. 300 кританул за пандарию. Чисто геройская атака, и все. И хп у нас поползли вверх. К сожалению, с Тараской эта тема уже не работает. Хотя, раньше у нас эта тема вся работала. Ребятки, в общем, все. Теория у нас окончена. Напишите обязательно, дошли ли вы до конца теории, что вам понравилось больше всего. Что вам запомнилось. Какую фишку вы будете уязать. И будете ли вы покупать аганим на панду. Лично через аганим. Сегодня будет катка у нас, конечно же, ребят. Как через аганим у нас не сыграть катку на панде. Все, ребятки. Пожелаю всем приятного просмотра. Спасибо, что смотрите мою теорию. Ведь я очень много времени трачу на теорию. Я вот 70 минут, не считая монтажа. Вон там вот 70 минут написано. Не считая монтажа. Все вот это тестил, показывал и рассказывал. Очень на самом деле это все интересно. И для себя, честно, нового я ничего не узнал. Но так чисто для себя прогнать персонажа. Ну, тоже полезно. Ребятки, ждет вас 3 игры. Не скипайте. Досмотрите до конца. Комментируйте. Обязательно поставьте лайк за такие старания. Ну и в принципе все. Пожелаю всем приятного просмотра. Спасибо, что смотрите меня. Ксеназоса. От души вам, ребятки. Не забывайте про спонсорку. Если кому-то хочется, кому-то нужно. То обязательно подключайте. Это не байты. Это просто напоминание. Все, ребятки. Поехали смотреть жесткую практику на Пандерене Брюмастере Мангикс. Вперед и поехали. Так, ну что, ребятки. Загрузилась у нас каточка. Погнали у нас сегодня. Брюмастер. И сейчас мы будем банить что-нибудь неприятненькое. А что не любит у нас Брюмастер? Вообще Брюмастер, он такой персонаж, он любит, когда у него нету маны. А так, в принципе, он очень-очень-очень жесткий персонаж. Реально, вот, ну, жестче некуда. Инвокер забанили. Так, Сларка. Ага, уже поздно. Уже не успеваю банить. Сларка надо было забанить. И вот Легион будет неприятен тем, что у Легиона будет много урона. Он сможет все равно пробивать. Но я смогу промахами немного его подконтривать в целом. Но это вы понимаете. В принципе, контрпик на этого, на Панду, это, наверное, какие-то сайленсы. Потому что, ну, я не знаю, что его может контрпикать. Физика его особо не взять. Магии его очень хорошо можно взять. То есть, допустим, какие-то прокастеры, Тиники, там, Лины. Может, еще кто у нас там? Тинкер, Сайленсер. Там, вот, хорошо зайдет Шекелем на 4 секунды. Рипер очень сильно засейвит своих тиммейтов от промахов, так сказать. И, в принципе, Леон может стать очень жесткой проблемой. Ну, и вот такая вот тема. Так, ну, а кого любит у нас Панда? Панда, конечно же, как и все персонажи, любит у нас какое-нибудь дополнительное, какое-нибудь дополнительное замедление в комбинации с этим героем. То есть, когда вы разулетитесь, вы сможете больше внести импакта, если вы будете замедлять оппонентов. То есть, если кто-то там замедлит оппонентов, и вы Пандой разулетились, опа, и начинаете душить, тогда да, по кайфу. Так что, вот такая вот приколюха, ребятки. Что ж, сегодня у нас ХЛ, опа, взяли, я топ, парни, ХЛ, вот так вот, пишем и погнали. В общем, наша задача сегодняшней катки это хард-линия на данном персонаже, на данном персонаже. Ребята, наверное, сейчас такие в шоке. Чего? Пивовар? Да им же надо много кнопок нажимать, нафиг он нужен? Да, им тяжеловато, ребятки, играть. Если вы хотите раскрыть полностью потенциал этого персонажа, то, к сожалению, вам придется очень много кнопок нажимать. Неприятный герой ВС, но Тралл очень-очень неприятен будет тем, что он будет сайленс накидывать. Плюс, кстати, не знаю, работает это, по-моему, работает на 85-й эта фишка, на 83-й точно это работает. Если вы прыгаете с даггером, клэпаете, и вас Тралл успеет глимсануть, то тогда у вас сбивается ультимейт. Это было так на 83-й. По-моему, на 85-й это тоже работает, но, честно, не уверен. Я это проверю, наверное, на теории, наверное, да, проверю? Теорию я уже отписал, мне нужно будет тогда добавить вставочку. Я проверю это и добавлю вставочку еще в теории. Так что вначале не забудьте, когда ультимейт будете смотреть там, посмотрите обязательно вот эту тему по вставочке. Так, хорошо. Сейчас мы сыграем дефолтную троечную каточку. Троечную. Троечную каточку. Я не знаю, если честно, что будем собирать. У нас сегодня три катки. Те три катки. Ну, две точно мы через Хейл пойдем. И одна пойдем через Мид. Через Мид будет 100% через Радиенс. Потому что очень хочется, даже очень нужно через Радик сыграть. Ну, возможно, и в Хейли, если дадут пофармить, то тоже будем через Радиенс сыграть. Поэтому сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, ребятки. Как это будет у нас все происходить. Преисходить сейчас, как это все будет. Так что вот такая вот тема. Акс. Акс тоже будет неприятен. У нас вроде немного. Немного армора. Но, думаю, справимся в целом. Правда, вот против него будет стоять тяжело на линии. У нас милишники, да, кроме Тинкера. Но не суть. В общем, идем сейчас на топ. Пармим начальные артефакты. Возможно, соберем барабаны. Барабаны неотъемлемая часть этого персонажа. Потому что у него проблемы с монопулом. Я лично считаю, что ему барабаны очень хорошо заходят. Я часто через Мид собираю барабаны. Что они опять-таки делают в эти барабаны, ребятки? Смотрите. У нас дается тут 9 алтаты. Это то, что нужно. Потому что у панды у нас, к сожалению, к сожалению, маны немного. И 9 алтат нам очень хорошо пригодятся. Давайте. Вот так вот дефолтненько. Хорошо. Далее смотрим. 3 урона. Это немного. 5 МС Аура и АС Аура. То есть, соответственно, будет даваться в радиусе всем Аура на АС и на МС. Это немного. 5%. Но в целом это очень даже хорошо. Ну и про нажатие. Там также еще добавляется еще МС и АС. И, соответственно, все бегают быстрее. Можно даже в драке просто пробафаться и душить. Так что такая приколюха. Но самое главное, это статы, которые нам действительно нужны. Так что будем, скорее всего, барабашки собирать. И если тут слишком овер хорошая катка будет, такая затяжная, знаете, прям по кайфу соберем. Очень-очень много артефактов на всякий там урон, допустим, да, троечный. Отыграем тройку как нужно. Постараемся отыграть как нужно. Именно по макро-пониманию, видя вот такой вот пик оппонентов, мы попробуем сейчас собрать что-то очень интересное. То есть, ну, чтобы душить. Да, возможно, тупо Аганим там заражен. Ну, с Аганимом я тут, в принципе, ну, да, можно будет. Да, в принципе, тут спека. Спеку вначале ложим. Потом в лейте тяжело будет с Аганимом. Очень много нужно будет тут поддизэблить. Там трала поднял, побежал там, да, в принципе. Можно будет и через Аганим сыграть. Посмотрим в целом, как игра будет набирать обороты. Если будет фарм, делаем радиенс. Если фарма не будет, радиенс не делаем, соответственно. Так, у нас тут на линию выход. Не, я не пойду, бро. Я не пойду. Погнали, как качественная тройка. Ой, Акса там душит, ребята. Проливай первую кровь, да? Хорошо. Молодцы. Ра, и Тим сразу. Сразу пошел Токсик от Тинкера. Токсик от Тинкера пошел. Сразу, так, ну дедушку вперед, деды воюют. Нет, вот да. Хорошо, все, дедушка воюет. Виатоп, говорит. И бот. Да, да, дедушка там тоже подставился, да? Самый неприятный герой, который мог тут стоять, это, конечно же, Трал. И Трал тут стоит все-таки. Со спектрой приемлемо было бы стоять. Но с Тралом такое себе, на самом деле. Давайте добьем. Где, да? Хорошо. Все, отходим. Рудги идет, левел забирать, да? Вон он уже подходит. Рудги наш. Любимый. Рудги наш любимый. Такое себе. Ласхидить на героя очень приятно. Ребятки, не забывайте про этого персонажа. Реально очень хороший, интересный герой. Реально очень хороший. Очень нужен мне стик тут на этой линии. Ага, куры, кстати, нету. Куры нету, я не могу боковой пройти. Не могу боковой пройти. Печалька. Я должен был тут экспица. Пани желательно соло давать, он хорошо разваливает. Очень хорошо разваливает. Возьмем пиво, в принципе. Вдруг сейчас, если с Пуджом захотим напасть, то будет намного интереснее, если мы будем иметь дополнительное замедление. Дополнительное замедление. Мидер Токсик у нас Куру купил, забрал, да? Вообще должен был взять Висп, я считаю. Тем более у него один фрожочек есть. Давайте возьмем стик. И погнали. Стик. Можно, кстати, щиток еще взять. Давайте, как мы в Хейли стоим, как нужно сыграем. Чтобы нас сильно не дамажили. И можно было еще немного подушить. Оп, хорошо. Тангусики. Пока есть. Пока танга есть, можно работать. Пока танга есть. Опа. Оп, хорош. Крепимся аккуратненько. Пудж, конечно, крыса еще-то. Пришел. Ой-ой-ой, хорош. Пош. Замедляю. Двойное замедло тут у нас. Здорово. Отлично. Еще третий левел. У меня манга есть. Пойдем. Наверное, уже не пойду. Нормально, хорош. Пудж. Выхукал. Можно было, кстати, еще и на спеку газануть. Согласитесь. Ой, ну почти, почти, друг. Вот так вот. И вот это очень тяжело так направить в таких моментах. Очень тяжело. Очень тяжело. Можно, кстати, на линии еще пивом накармливать. Но у меня, к сожалению, не центральная позиция, чтобы пивом прям наяривать. Кстати, это в таверну, да? Еще замедлим. Хорошо. Что-то парень, наверное, не подумал, что так жестко будет. Хорошо. Вроде фарм, кстати, имеется у нас тут. Но, к сожалению, манга мы зажали. Критулю берем, ребят. Пассивочку нашу. Напишем S2. Вдруг у нас там. Ребятки на ганку шли. На лоу-левлах. Оп, хорошо. Спека пришла. 5 стиков у нас есть. Это очень хорошо. Щеточек тоже помогает нормально поразминать. Оп, хорошо. Давайте возьмем фазы. Почему фазы, спрашиваете вы? Фазы, потому что стрейфы нужны. Хорошие стрейфы за лог успеха. Я всегда на 85 беру, в принципе, файзы. Если вы не хотите играть агрессивно, то не собирайте фазы, ребятки. Можете не собирать. Так что, ребят, вот такая вот приколюха. Давайте вот тут подрублю немного еще. Может туда зайти. Поддушить. Эх, не добил. Можно вот подстрейфиться. Печкануть. Нормально, в принципе. Эта молния мне особо тут не даст. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это очень страшно. Пиво заряжаю, линии побежали отсюда. Кстати, 9 стиков есть. Можно, кстати, стики сейчас поражать. Стики прожмем для того, чтобы ману поднять. И пофармим. Ой, как хорошо Крид зарядился, да? Хорошо. Я убежал, тупо трал там, ну, глимсанул бы. А я не видел даже, что Лина пришла. Я такое видел, что Пуджа убивает. Пудж ближе стоял. Стоял. Ближе, чем я. Лина вернулась. На мид можно, кстати, напасть. Хорош. Забайчина. Даже забрать можно. У меня еще стики есть. Я пивандрия накину, брат. Держи. Все, и на фазах побежали, побежали, побежали. Ты чего? Чего отпускаешь его? Он отпустил его просто. Я пиво кинул, он не захотел. Ладно, я тогда спеку отпустил, а сейчас Пудж отпустил. Трала. Пока что фармим. Первый артефакт, который я хочу сделать, это, скорее всего, стик плюс барабан и дальше в даггер. И с ультимейта разваливать. С ультимейта начну разваливать. Далее уже нам нужно будет сделать что-то типа, может, радиенца. Посмотрим по фарму. Пока что юзаем нашу тройку, ребятки. Все нормально, там в Варкрафте все пишется. Хорошо. Хорошо. И брасер сейчас еще докупим. Брасер. Жизненно необходим. Ребята, там курьеров не дают. Вот как делать комьюнити в доте, ребят, да, когда вот такие вот игроки попадаются? Куру не дают. Это вот все. Так, на самом деле, печально. Так, Лина ушла, да? Нету нигде на топе. Ну, аккуратненько постоим, давайте даже крипчиков прогуливаем. В принципе, у меня хороший стат в Хейле. В Хейле обычно вообще не фармят, но мне дают тут. Фармятся. Сейчас подойдем, спеки отвесим. Крита. Оп, хорош. Еще стик зарядили. Ой, хорош. Давай, давай, давай. Замедлю. А, там лоу хп не пошел пуш, прикиньте. Печалька, но я продамажил. Хорошо. Пошел фарм. Агрессивный. Агрессивный фарм люблю. Вот так, быстренько забежал с фейзами. Тык, тык, тык. Еще один плюс от фейзов, это то, что вы можете быстро набежать. И, если у вас не было никаких атак, то, соответственно, вы можете спокойненько, спокойненько, можете критануть вот этой очень сильной атакой. Там, первый вот этот удар, да, спустя калдаун пассивки, можете нанести сразу большой крит и кайфануть. И кайфануть. Хорошо. Клэп размакшен, ребятки. Билд такой. 4-1-1-1-1. Получается, на седьмом левеле. Некстом я возьму пиво дополнительно для момент спида снижения. Я считаю, что мне нужно на базу сходить. О-о-о. Хорошо. Кстати, можем на развороте. Первый ультимейт пошел, ребятки. Давай-давай, Пудж. Вот этого на ИУ. Хорошо, ИУ ходим. Основным. Как мы перевернули-то, да? Как перевернули-то, да? Ой-ой-ой, это плохо. Это плохо, бро. Это плохо. Это очень плохо. Ой-ой-ой, какие мансы. Ну, забрать бы. Какие мансы. Ну вот, ребят, артефакты лежали бы, да. Вот курьера никто не хочет взять. Артефакты на базе. Тинкер, мусор у нас, к сожалению, походу. Давайте спросим. Тинкер, почему ты куру жопишь? Вот так вот зададим вопрос. Вот из-за курьера, по факту, мы и сдохли. Прикиньте, сколько я потерял. У меня хп плюс 250 было бы. И плюс монопул бы больше был бы. Вот так вот, ребятки. Если вы играете там, ну ладно, там, саппорт не берет. Возьмите куру, дайте команде. Дайте команде курьера. Почему так руинить, да? Согласитесь, это руин целенаправленный. Вон, 1100 хп, гляньте. 1100 хп. Вот это Тинкер виноват. Что мы сейчас подохли. А могли выжить, кстати. Давайте попробуем догнать. В спеку. Где тут? Давайте в лес. Она ушла, да? Ага, прорубил. Все, все, нет смысла там идти. Парень знает, там лес, там в лесу одно дерево рубишь и уходишь. Молодец, вон он ушел, да? Красавчик. Ох, что Тинкер. Так, ну что, барабашки в студию. Что там этот висп потерялся? Ну, считай, что висп загулял. Я уже ушел на линию, он там все стоит. Что-то крипов. Он крипов бил, да? Одного крипа не хватает, он убивал крипов. Так, вот так вот у меня есть, да? Хорошо, пива Андрея берем. Кстати, первый ульт такой нераскликанный, знаете, был... Там не то, не нажал. Партихали, в принципе, я заюзал, да? Диспейл. Заюзал диспейл. Заюзал суслончик. Циклончик. Циклопчик. Ну, так выразимся. И что еще сделал? И камнями раскидал. Ну, и отвел, соответственно. Так что все хорошо, я считаю. Все очень даже успешно. Сейчас мы сделаем джанги. Джанги, ребят. Да, не прошел, выкиньте. Му! Мусор. Мусор. Мидир. Мидир. Мусор. Подходит, пиво получает. Ты не пофармишь тут. Вот так вот можно сейчас будет кошмарить. Подходит, пиво получает. И не фармит. Он не будет тут фармить. Панда вообще фармить не дает. Тем более сейчас уже. Прикольно, если висп меня сейчас просто на базу заберет, да? Типа, ну... А, он пришел, у меня крипов забрать, да? Хорошо. Нет! Куда ты меня забираешь? Вот извращенец. Ну ладно, го туда уже. Ой, от мансит стана. Ой, от ару тоже. Опа. Я додумал, куда он меня забирает. Этот стан. Нету фэзов. Ай-яй-яй-яй. Где висп? Братец. Ты чё там уснул? У тебя же есть тизер. Раз уже бычен, так давай бычь до конца. Ля. Странный висп. Так, есть джанги. Ой, ару какая. Она успела отойти. Тучу. Пойдет. Пармин, да? Даггер next? Сразу АС, кстати, хорошо поднялся. Хорошо. Пойдет, в принципе. Подразмотали. 5 хп регена, пока регенимся. Тучу даешь? Тучу даешь, говорю. Давайте вот так сделаем. Ну, там спека еще. Спека еще. Ну, не раздамажу. Я вообще шторма там потерял, да? Хорош. Ой, путь там забирает. Но я тут ухожу. Хорош. Пойдет. Шторма там оставили, подняли. Вот вам. Поморосили немного и вернулись. Давайте щиток продадим. Возьмем манго. Манго нам может сыграть еще веселую роль. В какой-нибудь сложной ситуации. Погнали на топ. Нормально, в принципе, расколотили, ребят. Пойдет. Бери, брат. Бери, брат. Бери меня. Забудь, забей. Забей, да, называется ситуация. Погнали даггер колотить. Скорее всего, в радик, ребятки, все-таки будем выходить. Интересно, аспека ожидала, что я сейчас вылезу с этого камня и начну драться. Но у меня там такие лоу хп тоже были, да? Что типа... Висп очень странненько играет, согласитесь. Ребят, забрал бы меня, сейчас полетели. Но мне кажется, я бы там, может, и сдох. Не, ну я бы так не давил. Я бы так не давил. Ребят, когда играете в доту, взвешивайте ситуацию, куда будет выгодно пойти, а куда нет. Причем стараться не только о своей заднице думать, но и о заднице союзников. Но зачастую, честно скажу, я думаю только за свою задницу в игре, потому что я считаю, что... Ну, есть все-таки у меня какой-то опыт, благодаря которому можно выигрывать катки. И, соответственно, я могу принимать там нестандартные какие-то решения. Даже несмотря на то, что эти решения могут там заруинить мою команду, да, образно говоря. Но я в этом, в этом очень большой плюс поимею. То есть, вот как-то так я могу мыслить и потом в соло выиграть. 90%... Ну, даже давайте не будем брать 70% случаев, эта тема так и работает. Тут такой стрейф глубокий. Опа. Нет, ушел, да? Уйдет. Я уже не догоню. Кстати, если барабаны, может, нажал бы, может быть, еще быстрее побежал бы и забрал бы, да? Ой, забрали его. Хорош. А 0-то будет стать, да? Как меня оставит, да? Эх, не забрал. Ладно. Он меня с собой забрал зачем-то. Ладно. Пофармим мид тогда. Как говорится, фармли 24 на 7. У него там все на реген, кстати, очень даже приемлемо. Регенец герой. Так, 2-300. Дагерочек, да? Хорошо. Пульт двоечка. Так, есть, дагерочек. Я пойду топорик продам. Побежать, бежать, 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 бежать. Где там драка? Внизу у Рикичи, да, щемят. Был бы дагер, я бы пошел, да, ребят? Пэшка. Лина там еще. Хорошо, дагерочек. Лина, 700 хп. Можно, в принципе, клэп, прыжочек и разнос, да? Го туда. Или Лина где-нибудь на руне поймать. Можно вот так сделать, даже дагер перекинуть. Лине я даю клэп, даю первый. Ой, клэп первый. Даю тычку первый. Мне кажется, она там пол хп остается, и сульты добивать на изи. Ару. В этой катке не получится, друг мой. Мне кажется, сейчас со спины отсюда, да, вот, вот, уже чувствую, 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 что со спины. Сейчас будут ребята нападать. Иллюзию, надеюсь, это не последняя моя иллюзия в жизни будет. Ха-ха-ха, говорит. Го барабашки, ребятки. Барабашки. Мх-ха-ха-ха. Ну, поехали. Где там станы? Ой-ой-ой-ой-ой, как плохо. Как плохо. Это очень плохо. Я потерял, поняли, контроль, контроль, насколько сильно. Ой-ой-ой-ой-ой, прям как будто на вставочку, видели? Контроль, знаете, из-за чего жестко потерялся? У меня там иллюзии еще. А иллюзии более высокого приоритета, чем праймал сплиты. Из-за этого вообще жесть. Так жестко контроль просел. Я такой думаю, где мой каменный? Где мой каменный? И перекликиваю постоянно. Нормально. Хорошо. Го сюда. Разнесли. Нормально. Слушайте, ну с таким фармом можно задуматься о покупке радиенса. В принципе, к 23-й мы сделаем его. Так что давайте дефолтная катка через тройку. Ну и радиенс сделаем, соответственно. Чуть-чуть подкрипимся тут. Ой-ой-ой-ой, уходим. Приходим. Она не будет сюда тпшиться. Но Анас сейчас знает, что мы тут фармим, поэтому нужно уходить. Вот эти крипы, этот левел. Хорошо, и уходим. Радиенс, и потом в аганим будем выходить, ребят. Через аганим будем играть. Через аганим. Погнали сюда. В принципе, пока что все хорошо. Но у нас немножко, да, что-то не идет. У Рикимару каточка. А у оппонентов не идет катка у Спеки. В принципе, пойдет. Кстати, еще есть такая приколюха. Без ультимейта желательно никуда не идти. И эта тема работает. Эта тема работает. Хорош. Орчит. Ох, это бодро, кстати. Это бодро. Панды очень не любят Арчиды. Что мы будем делать от Арчиды, да? Ничего. О, там еще идет. Вы бы еще ближе мунлайт нажали, товарищи мои. Кто там, трал шел, да? Ульт будет. Ульт будет, можно будет. Но я, если прыгну в трала и дам кнопку... И дам кнопку... И дам кнопку, он сразу поставит ульт. Ну, я в любом случае буду делать сейчас на данной стадии игры. Радиенс. Потому что есть фарм. Есть фарм. БКБ можно будет сделать прямо сейчас. То есть, допустим, вместо Радиенса, чтобы я ничего вообще не боялся, в драке прыгнул, нажал кнопку и не паришься. Там Климер подъехал, видели? Климер это плохо. Праймал есть. Акс ушел. Можно тут пофармить аккуратно. 3500, Мангусик скушаем. Мангусик скушаем. Ой, там как дайвент, посмотрите. Готэшку заберем. А что, всем пофиг, почему ТП никто не юзывает. Всем пофиг. Всем пофиг, никто ТП не юзывает, пацану помочь. Ужас какой-то. Главное, мне сейчас не умереть, типа, из-за этого ТП сбитого себе. Сбитого себе ТП. Поэтому аккуратненько постараемся сейчас туда фармить. Если Акс прыгает, я, по-моему, умираю. Миду. Хотма. Я отставляю тавер, слишком опасно. Никого на карте не вижу. Лина внизу, Акс. Ага, Акс на Миду, все. Магазин закрыт, приходите завтра. Магазин открыт. Захожу. Захожу сейчас. Хорошо, доламываем крипов тут. Хорошо. В Миду драка жесткая, но и я дофармливаю Тэшку. Дофармливаю Тэшку. Хочу увидеть сообщение в этом гайде, все сразу. Хорошо, даже ульт отменил, потому что уже понял, что он не нужен. Потом что написал? Джасик. А, понял, все. Вот так вот обузит, пацаны. Чтобы в гайдах засветиться. Так, ну, ребят, каточка потненькая. Трал вообще в наглую, что сделал. Да, я еще выжил. Хорошо. Барабаны сейчас зарешали. А вот просто вот 100%. Знаете почему? Статы. 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 200 хп лишних. Это очень хорошо. Да это даже не лишние хп. Я вот так выражусь. И ультимейт. Я там думал, еще один тик будет. Но хорошо, на мужика задрались, так сказать. Так. Один тавр я спушил, потому что у нас тавр вообще никто не пушит, да? Пока что потненько. Потненько. Так, 1200. Вот чуть-чуть у нас тут. Спеку кушает с ВГшкой. Ой, хорош, БМчик, вкусненький. Добиваем чуть-чуть радиенс, ребятки. И у нас будет некстом, скорее всего, БКБ. Почему БКБ? Потому что там Орчид. И плюс еще дополнительно там по-любому еще что-то соберут. Поэтому БКБ, ребят. Кто на топе там? Кто вот так сделает? Лина вылазит, я в принципе думаю. Клэп, тычка. Ой, крип какой хейтерский. Прикиньте, я вышел тут на ганг на охоту Лины. А тут хейтерский крип стоит. Законтрят меня, за Орчит люто. Панда Орчита боится. Думаю, очень сильный контроль будет на меня. Радик есть. Можно поесть, кстати. 22 минута. У меня все, в принципе, очень хорошо с хардлинией. Очень хорошо. Радик имеется. Подметаем тут крипов и идем драться. Ребята на меду уже дерутся. Но я ТПшку прогулял. Еще раз можно. Хорошо. Ребятки там. Варды. Два дефолтных. Если поставят. Будет очень хорошо. Я не буду даже объяснять, почему я на топе стою, парни. Потому что все и так понятно. Я ТПшку прогулял. Хотел Лину забрать. Ребята идут драться. Ребята идут драться. Так что я тут в такой позиции. Неприятная позиция, скажу честно. Когда ребята идут драться, нету ТПшки. Но я на топ шел Лину забирать. Но, к сожалению, Лина прогулянная. Акса, наверное, ну, не знаю. Можно попробовать, типа. Можно попробовать. Хорошо. Отлично. Забирай. Забирай меня, забирай. А, уже от меня. Все, я правил тебя друг. Тогда гол на базу. Давайте варды купим. Погнали. Все, летс го. Летс го драться, ребятки. Нет смысла стоять. Мидер у нас, к сожалению, вообще ничего не имеет. Но зато Куру забирает. Ребята, вот так не делайте. Если отстаиваете мид плохо и забираете Курьера. Но это очень, очень ужасно на самом деле. Хоть чуть-чуть на команду пытайтесь сыграть. Я вот взял, купил Куру. Иду вот сейчас за варжу, потому что ребята не вардят что-то. Я очень хочу зацепить Трала. Я его не заберу. Опа, там драка началась. Погнали. Тудворд ткнем. О, МХ. Хорош. Опа, контроль пошел. Тучка. Тучка. Там арчит идет. Хорошо. На вставочку можно. Отлично. Догоняем спектру. Нет, не получается. Гоу. Сюда. БКБ хонекс там, ребят. Просто БКБ нужно и все. Очень мало ХП у меня осталось с этой драки. Спека выжила. Я не ультил. Ульты обычно под лоу ХП можно заюзать, чтобы засейвиться. Если вам тяжело играть на панде ультимейтом, в принципе, или если в этом нет необходимости, то есть как конкретно сейчас в данной ситуации, я не видел смысла нажимать ультимейт. Я бы в критической ситуации его нажал. И все. Все хорошо. Так, 3200, да? Погнали. Вот здесь поставим сейчас. И один агрессивный бы вардик поставить. У меня очень мало маны и ХП, ребят. Очень мало. Очень мало. Давайте имба вард вот сюда поставим. Имбу. На базу. Я бы. Как раз, может быть. Купим. Почти блэкинг бар имеется. Ребята зря там пошли драться. Опять сейчас фидят. Это называется очень глубоко дайвить. И не в тайминге. Знаете, почему не в тайминге? Потому что у нас сейчас после драки не хватает ресурсов на то, чтобы продолжать дальнейшую игру. А именно, вот конкретно у меня не хватает ресурсов, чтобы взять, пойти и подраться снова. И поэтому я не иду драться. Я дофармливаю сейчас значимый для меня артефакт. А именно блэкинг бар. И иду именно после этого драться. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Это что такое? Что такое? Вот у меня там 100 золотых буквально не хватает. Ребята, фидят. Хорош фидить, пацаны. Дойдите до базы. Притянется ко мне? Нет, нет. Не будет тянуться. Не будет тянуться. 100 золотых, ребят. Всего 100 золотых. Добиваем и мы идем драться. Добиваем и мы идем драться. Жалко, кнопки нету, блин. И надо тпшиться, так сюда. Хорошо. Все, есть. Есть. Погнали. Го вместе. Они лишние драки очень часто делают, ребята. Вот пуш сейчас там Рики пошли, очень лишние драки делать. А я готов. Все, есть БКБ. Прыгаем, включаем БКБ, деремся. Если что, потом мультимейтам подыграем еще. Хорошо. Насыщенная каточка. Получается стройки, ребят. Продолжается у нас геймплей на Брюмастере. Зашли, ребята, оппоненты в лес. Сейчас, скорее всего, будет хорошая, интересная драка. Надеюсь, я успею нажать все кнопки. Опа, Рудги. Рудги, нападение, Рудги. Это не Путш, это Путш. Он Ахевич. Оп, хорош. Пойдет, пойдет. Так. Онлайн там заюзан. Он очень опасная сейчас ситуация. Можем в невыгодную ситуацию, на самом деле, попасть. Кормим пивом. Спектру. Но она танчит, я так понимаю, да? Ой-ой-ой, хорошо. Ой, нет, но БКБ жать не буду, да? Ладно, го, зажмем. Зажмем. А вот тут уже, конечно, минус лютый. Я зажал БКБ и... К сожалению, это... А че не прыгал? Неужели у него не было? Неужели у него не было? Хорош. Хорошо. Неужели кнопок не было? Так, 2-100 у нас. Ой, 2-100. 21-й левел, хотел сказать, левел. Но мы выигрываем сейчас драки, но мы не пушим. Блокин и бар есть. Скорее всего, сейчас купим дасты вместо стика, ребят. Это сейчас будет важнее в данной ситуации, нежели чем... Ношение бестолковых стиков дасты, чтобы убить трала. И вот туда. Попушить. Ребятки. Берем. Оп. Погнали. Берем смока. Дополнительно. Пуш резается. Побежали, поможем, постараемся. Хелп ему. Кругу-гол. По смоками у нас МС там под фейзами почти 522. 104 МС. Бежим, бежим, бежим. Можем, можем еще догнать, кстати, успеху. По идее, я так думаю. Да, можем. Рала догнать можем. Хорош. Дасты. Как-никак, кстати. Можно будет сейчас доминатор взять, наверное, в сату, превратить его. От хила не хватает. Там ребята драться, прыгали. Путш. Путш опасный браконьер у нас вообще. Го-го-го. Есть кнопки. Спека в спине. Спека в спине. Хорошо, начинается. Он сдаст и дали уже. Ой-ой-ой. Спектру задушили. Просто замилую душу. Замедление очень жесткое с этого даггера. Даггер упал. До Тэшка хотя бы. Я ушел, как обычно, в дефолте фармить. Хорошо. Барабаны можно быть на агоним заменить, в принципе. Тут игра не агонимная. Тут игра именно файтинговая с руки получается. О-о-о. О-о-о-ой. Рож. Нажимаем. Я нажал кнопку, потому что очень опасная ситуация была. Так, Алины нету, да, уже убежала. Товер. Товер го. Один мне, брат. Ну, немного виспик теряется, да? Теряется виспик немного. Когда там акс рестница? Акс через 35 секунд. Это хорошо. Можно покушать. Барабаны, кстати, не забывайте, что их можно будет проапывать. В драках можете юзать. Оценивайте ситуацию, что вам нужно. Или добежать, если быстро можете заюзать. Или отбежать. Не обязательно кликать по КД этому. Если купили барабаны, значит, надо там по КД их кликать. Не забывайте об этом, что не обязательно. П. П, ХП нету. Сейчас, наверное, домик. Возьмем Сатаник. Сатаник Кираса можно будет добить, знаете, два артефакта. Но единственное, не будет маны совсем. Можно будет даже Скади сделать. Скади. По макро игре именно играем. Играем игру, ребята. Вот я сейчас играю так, как нужно играть по макро. То есть я собираю то, что тут необходимо по игре. А не собираю то, что необходимо персонажу. В принципе, эти артефакты в любой игре в 90% случаев будут актуальны. Но смысл в том, что я не собираю их для того, чтобы там, знаете... Давайте сейчас вот так вот сделаем. Трайвел надо взять. Ребята там опять дерутся. Я не собираю эти артефакты, потому что там... Типа, знаете, по гайду. Как собираться по гайду. Ну, в теории это полезно, собираться по гайду. Но не всегда это может прокатить. МХ подсматриваем. Ах ты. У меня есть вот такая штука, братан. Хорошо, что есть БКБ, да? Будем драться сейчас. Заливаем пиво, Андре. Ах ты, Тинкер. Ну, ага. Хорошо. Хорошо, что есть БКБ, да? Согласитесь, просто прыгнул, нарезал. Даже без ультимейта. Минус 5. Можно крипов немного в миду. Трайвел я приобрел, чтобы посильнее. Чуть в драках быть. Так, ну сделали минус 4. Там еще живой у нас Лина. Лина живая. Я ультимейт вообще нисколько, ни разу не нажимал еще, да? В принципе, я в драках не умираю сейчас. Я умираю в драках. Ультимейт на лоу хп очень хорошо будет. На лоу хп хорошо будет заходить. Т-шку попробуем спушить тут. Хорошо, там БКБ прям разнес. Отлично. О, Тинкера поймали. И они попытались спушить. 4.700 я, скорее всего, сделаю кирасу. В данной стадии игры. Хоть и не хватает хп регена, но в целом, если висп все сделает как надо, кираса будет очень хорошо. Погнали отсюда в наш лес. Давайте вот так сделаем. Хорошо. Насчет Тараски я вам в теории показывал, что, к сожалению, эта тема уже не работает, что лоу хп залазите, фулл хп вылазите. С Тараской. Так что это уже пофиксили. Раньше такой был прикол. Не помню, в каких версиях доты. Но сейчас, конкретно в данный момент, сейчас такая тема уже не актуальная. О, кираса есть. У нее тоже радик, да? А нет. Меня запиливает просто. Где там? Можно, правда, тут подохнуть сейчас, но, скорее всего, ультимейт придется жать. Если что. Есть ПКБшка. Ах ты, стилер. Стилер Бенарикимару. Ахевича, ловим. Ару пробежал я. Ой, как хорошо. Хорошо, но этот задушен. Задушен. Да, сбился, да? А я иду. До последнего. Хорошо. Есть еще ультимейт. Есть еще ультимейт. У меня Селина или кто там вдруг нападет, ты там остался. Трава остался, да? Но нет БКБхе Трава. Можно сфидить просто так. На карту смотрим. Вроде на карте никого, да? Вроде на карте никого. Хорошо. Ну, ломаем центральную. Ой-ой-ой. Тэшка нас душит. Центральную ломаем. Даже центр походу сломаем сейчас. Отлично, отлично. Ломается центр. Хорошо. Даже никто не дает. Травл даже боится выходить. Хорошо. 34 минуты, в принципе, центр ломаем. Ой-ой-ой, как хорошо-то. Центр сломали. Все, гау-сюда тэпом. Пойду вот. БКБшка все переворачивает с такими артефактами. Просто с руки наваливаю. Дефолтный билд, ребятки, опять-таки. Напоминаю. Я не пойду, я сейчас лес и базу. 3800, я еще что-нибудь сейчас куплю вместо барабанов. Можно будет что-то на статы дополнительно купить. Даже тот же Скади. Если я дерусь с руки в этой драке, ой, в этой драке, в этой катке, то можно сделать тут Скади. Травл Аганим делает. Кстати, очень верное решение от Травла делать Аганим, потому что в такой катке стараться тупо максимально законтрить, закрыть эту банду вонючую. Чтобы он не нажал кнопочку никакую. Ни БКБ, ни ультимейт. Ой-ой-ой, отсюда побежали. Нафиг это дело. Барабаны, смотрите, вот так вот они ничего не стоят. Но если вы купите Ресипи за 875, то сможете продать. По-моему, даже чуть подороже. Так, ребята на топе дерутся, но я сейчас на топ подлечу. Сколько? 875, 925. На соточку даже дороже можно будет продать, нежели чем просто так выкинуть. Гоу, тэп просто. Тепимся. Ох, юл хороший. Есть барабашки. Опа, хорошо. Пива Андрея заливаем и душим. Ой, хорошо. Это минус тэшка еще. 4800 у нас есть, ребятки, в драке? Блин, ультимейт вообще не юзается, да? Ну, такая, в принципе, катка, потому что ультимейт тут нам не нужно. Ультимейт на лоу хп юзаем только, в принципе. В начальную стадию очень хорошо от ультимейта работаем. А сейчас уже не требуется. 5000 у нас уже есть. Можно тупо дамаг сейчас сделать какой-нибудь дополнительно. Дополнительный. Хорошо. Дополнительный дамаг, поехали. Можно даже будет... Да даже скади можно сделать по рофлу. Кое сделаем, в принципе. Красиво будет. Сатаник не стану все-таки делать. Сатаник все-таки не так зайдет. Я отойду, не буду пушить. Отойду. Хорошо. Скади сделаю на статы. Дополнительно. Хорошо. Барабаны, ну продадим уже за 770. Но можно апнуть еще, типа, да? Но это типа уже не выгодно будет, потому что не провязан. А, нет, по-моему... Да, не будет выгодно же есть. Где там? Вот сюда и давай. Хорошо. Продаем. Берем скади. 3000 хп. Погнали драться так. Такой у нас билл получается. Первый дефолтный. Дефолтный билл. Но, скорее всего, сейчас давайте с ультимейтом залетим. Юзанил таки первый раз. Прыгнем, клепнем и... О, Лина Латарс делала. Можно будет прыгнуть, клепнуть и ультануть. Вообще комбинация у панды такая. Прыгаете, клепаете и ультите. Но тут я ее ни разу не заюзал, потому что я собрал БКБ для файтингов. Так, у них, походу, там онлайт, да? Нажат. Онлайт нажат, походу, там. А, нет. Можно будет напасть, кстати. Ой, пивандри. Пивандри не закинул. Побоялся прыгать. Ультанет. По-моему, там уже есть агоним. Оп, хорошо. Можно от рудги сыграть. О, спека не выдержала, да, походу? Акс бежит. В центре. Да, агоним там натурали. Поэтому надо с БКБ хуже прыгать. Заранее. Нажатый. Заранее нажатый БКБ хай. Начинать туда. Я не хочу первый бежать. Ого, спектра все сдалась. Можно смело заходить. Нормально. Такая вот у нас первая катка. Можно сказать, отлично перефармил. Тут показано просто в этой игре, как качественно перефармить в такой игре, где команда чуть-чуть проигрывает. Можно так выразиться. И передамажит все. Саша движется. Ух, как подлагивало у меня, да? Ну, сейчас ультимейт будем юзать. Ультимейт будем юзать. Никого нету, да? Прижали. Опа, вон он. Вон он, вон он, вон он. Оп, хорошо. Хорошо. Главное не сфидить тут сейчас. Орчит еще до кучи. Нет, сфижу скорее всего, да? Очень больно. Нет, 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 нет. Ой, 50 хп кераса спасла. Хорошо, на базу. Не буду рисковать. Отлично. Хорошо. Хорошо. Ну, я, в принципе, понимаю, почему спектра вышла, да? Типа, она нажимает ультимейт и ноль действий. Но, по сути, а зачем в такой ситуации жать ультимейт, когда мы вот здесь просто стоим? А может, у них там вижен стоит, да? Не знаю. Ну, я тут, видите, задиспелил у них. У них теперь тут нету порчи, у них там все хорошо. Погнали доламывать. Что тут остается у нас? Можно еще сейчас докупить муншард, прыгать. С ультимейта. Не душить. Но будет в любом случае, ребятки, через центральную линию каточка, где будет стопроцентно показано, что это такое? Ой-ой-ой, вот это я повис. Стопроцентно показано, как, конечно, через ультимейт будет комфортнее. То есть будем клепать, прыгать и уничтожать. Так, взял я муншард еще до кучи, go. Не издаламывать. БКБ хуйюзать не буду. Хорошо. Печалька, конечно. Онлайн-лайн очень лёгый идет. Опа. Что, где-то тут, что ли? Хорош, иди сюда. Не-е-е. Хорошо. Как же они пытаются меня законтрить? Ну, не получится уже. Уже не получится. Хорош. Уже не получится. Да. Мне игра эта, если честно, понравилась. Даже несмотря на то, что сейчас в конце, и кто-то по-любому напишет, что это избиение. Игра понравилась тем, что по факту драки проигрывались в самом начале. Да вы даже посмотрите по КДАшкам. Ребят, 9-12, 6-13, 6-11, 5-5. У меня 30 фрагов. 30 фрагов. Я просто перефармил и в драках вовремя приходил. И все. То есть, для того, чтобы даже подтаскивать такую игру простенькую, вы просто должны вовремя приходить, клепать, разультиться, и все. И по чуть-чуть собирать фарм. И далее у вас пойдет намного лучше. То есть, как бы, в этой игре, я считаю, полностью показано, как выйти с тройки хорошо, очень... Ну, на самом деле, не знаю. Мне понравилась эта игра. Реально, вот просто без всяких там каких-то моментов. Были такие переломные моменты, когда они прям не могли ничего сделать. Но тут уже заканчиваем. Еще парень залагал. Ломаем. Хорошо. В целом игра хорошая. В целом игра хорошая. Получилось. Гоу. Доламывать. Ну, или мид, я не знаю. Что угодно доламываю. Ля, какой фпс, просадка. Ох, штамирана. Доламываем. Игг. Нормально. Эта катка приятная. Че хотел, пацан? Ой, красавчик. Изи куточка получается. Ну что, это первая игра через тройку у нас, ребятки. Некстовая катка у нас будет поинтереснее, я надеюсь. Потому что в этой катке, в принципе, я перефармил. Все нормально, стройки задушили. И попробуем. Наверное, Некстовую еще раз через тройку сыграем. Надеюсь, попадем за скоржей. И далее пойдем через центральную линию. И постараемся как можно больше сыграть моментов через ультимейт. Ведь тут пришлось нам по макре именно собрать то, что нам необходимо. БКБ, хакерасы. И пошли драться. Все, то, что нужно. Поехали Некстовую. Так, ребята, загрузилась у нас Некстовая катка. В общем, сейчас в этой катке я хочу, конечно же, сыграть на панде через Аганим, чтобы было реально и очень интересно и очень весело. Реально хочется вот эту тему с Аганимчиком. Ну и посмотрим, что у нас тут сейчас напикается. Мы идем Хейл, ребятки, Хейл. А на фановую катку пойдем на центральную. В этой катке идем на Хейл так, как надо, ребятки. Чуть подождем по пику. Не берут Брюмастера. Даже можно не бояться, что его кто-то возьмет. Там Сларк, правда, не забанит. Но Сларк будет не сильной проблемой, если он будет. Ну, как бы, будет сильной проблемой, потому что его тяжело будет ловить. Но в целом, я думаю, справимся. Хорошо. Есть у нас сейчас. Ожидаем. Пока ребята пропикают. Поэтому чилим, отдыхаем. Ничего не нужно ждать. Пока посмотрим на магазинчике. Вот так вот. Опа. Хорошо. Нормально. Колодец такой зелененький. Значит, ну он отравленный. Этот колодец, если не отравленный, да, он такой синенький, то этот колодец у нас отравленный, и мы им типа питаемся, да? Хорошо. Так, ну что там? Ага, взяли Тузка. Тузкар, кстати, очень сильный герой на этой карте. Он метовый, ребят. Реально очень сильный персонаж. Давайте возьмем уже. Нечего тянуть. Ой, опять Трала взяли. Ну, очень все равно хочется сыграть с Аганимом, ребят. Короче, что по дефолту? По дефолту сейчас берем. Фарминг. Фазы. Барабаны. Даггер. Аганим. Вот стараемся как-то так сделать. Если это будет все к 20-й минуте, это будет классно. Постараемся как можно сильнее отыграть на именно Аганимном Пандерене. Брюмастере. Потому что это очень интересно. Несколько клэпов давать прям, ну реально, годно. Годно, ребят. Так что давайте сейчас посмотрим, что оппоненты напикают. Извиняюсь. Извиняюсь. Кашель люто. Задушивает. Кашель люто задушивает. Маста, донт, 1х9. Нифига себе там, пацан. Пятый слад. Вот смотри, что будет у нас. Так, берем топоридзе. Опа, топорики пошли. Щиточки там сразу. Вот так вот делаем, да? Погнали. Не-не, какой свап. Мне свап не надо, брат. Мне свап не нужен. Хорошо. Отлично. Так, что оппоненты взяли? Ну, очень сильный пуш будет. Кстати, духи очень сильно сгрызать будут моих, конечно же, суммончиков. Очень, очень, очень сильно сгрызать будет еще некор. Некор пассивкой очень неприятно делать. Но в целом некор очень ватный. В начальной стадии можно будет пытаться его расфармливать очень быстро. И зомбика взяли еще. Зомбик тоже будет неприятно тем, потому что я не смогу томбу сломать быстренько. Но посмотрим, как эта катка будет у нас. Надеюсь, будет интересно. Соберем радиенс еще, кстати. И постараемся в максимальные ауры вот эти выйти. То есть там нужно будет еще добрать керасу потом, да? Чтобы максимально аурами играть. И будет по кайфу. Так, тут кармит пойдет, да? Посмотрите, у него просто один. Веточка за 53. Но ветки сейчас уже 50 стоит. И погнали. Ждем. Ждем, 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 ждем. Тральчик с сапогом. Тральчик с сапогом. Хорошо, выпили немного пива, Андрей, и поехали. Там некор байтит, некор байтит, да. Но там сразу. Тандерклэп пошел. Тандерклэп. Просто тандер. Тандершторм. А там тандерклэп. Ой-ой-ой-ой, почти у нас умирает. Но огра заберу. Да, огр, кушай, кушай веточку, Тангусович. 150 ман еще у него. Тангус, кушай. Вот если бы он скушал Тангус, его бы это спасло. Серьезно, он идет, он просто идет, не кушает. Там сейчас шардом подкроет и все. Смотрите, как идет далеко. Ой-ой-ой, он так отпригенился уже, да? О, наконец-то додумался Тангус скушать. Наконец-то. Так, но эта линия будет тяжелая, сразу говорю. Тут Кроба будет, да, душить. Постараемся пофармить нормально. О, еще и Зомбезия. Что лучше взять сейчас, Стики? Или Щиток? Наверное, Щиток от Кроба. Стики потом возьмем. Кроба нормально, так, кстати, поддушивать тоже будет. Нормально. Оп, хорошо. Во, еще и Сворм дают. Но Стики next. Ну, в принципе, дефолтно, как и в первой катке, Стики сразу там берешь, на что тяжело будет. Самое плохое, что зомби снимает силу, я не смогу ластхитить. Нормально. Оп, хорош. Кстати, Крит возьмем. Вдруг пропрокает так, что... Пропрокает так, что... Опа, красава, Гайди смотрел. Красава, работай, брат. Гайди смотрел на Рубика, говорится. А я сейчас обойду еще подработаю вот эту курочку. Потя, нафиг она мне надо, я сейчас просто пофармлю лучше. Я отгоняю этого. Хорошо, Стики, поехала. Туда же его, братан. Молодец. Работай. Работай, брат. Работай. Работай. Хорошо. Подработали немного. Кур забрал сразу, что за обиды. Ой, дедучки. Кур забрал. Прикиньте. Типа, я у тебя фарм заберу. Вот так вот. Вот так вот. Я чисто комиссионный взял за то, что там тоже поразминал. Игробу я, кстати, туда же затолкнул. Вот так вот, такие обидки. Такие обидки. Обидки. Оп. Я заберу и уйду. Хорошо. Ляко-биджи. Да, это дни мне адресовано. Это забавно. Это пап, ребят. Папе всегда весел. Это не приватки, как у нас там мы сидим, играем. Ну, сейчас возьмем сапог, кстати, крого можно убить. Рош. И домбу. И отойдем. Сила вернулась. Три. Хорошо, 75 золотых. Рубик обиделся на нас. Я тебе больше не дам, фарм. Обиделся. Сразу видно, обиделся. Обиделся, пацан. Вот так сделаем. Ха-ха. Обиделся. 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 Неправильно, мне кажется, что он обижается. Типа на что обижаться? Мне что же фарм нужен? Он саппорт, по сути, как бы, да? Как бы саппорт, по сути. Оп. За Пандари. Ну, подеремся. Сейчас еще критону. Хорошо. Промахи дадим. Обиделся. Оп. Оп. Хорош. Ну, так вот. Фарма мне больше не дадут. Ничего страшного. Нормально стики зашли. Цель. Стил. Какой стил. Ты сап крестил. Я же МП, так я же тоже МП. Я же тоже МП. Так, нормально. Внизу, в принципе, договорились. Я тоже давал на разминку. Первые два раза. Ой. Открывай. Игорь играть. Ну, я не знаю, типа, зря он так. Это кажется. Я как-никак Керри, то есть, у меня чем раньше буст, тем лучше. Чем раньше у меня буст, тем лучше. Молодец. А ты смотришь. Закинул нормально он там. Блин, не знаю, ребятки, через фазу вообще кайф. Герои очень мобильный. Ну, так сделаем. Хорошо. Хорош. Еще чипалах нам. Ой, Кура там артефакты принесла. И улетела, да? Печалька. Кто у них на медузу стоит? Я что-то не посмотрел. Кто-то на медузу стоит. Но сейчас робу надо будет дофармить, да? О-о-о, вот он, да. Если промах вылет... А, ну с этого невозможно промахнуться. Ну, я просрался. Я когда ультимейт, ребятки, юзал, к сожалению, прогулялся. Улетелся. Фармиль, я битстан. Все, вот так вот, договорились с Рубиком мы. Ох, нифига, пуч на мобраху кайф. Так, остается у меня 450 до артефакта. Можно, кстати, на топ сейчас полететь, вроде. Тут же слабенький у нас, походу, ребят. Слабенький. Поэтому идем в мид. Много крипов сейчас, кстати. Сразу тэпнемся. Можно будет забрать. Тэп, пожалуйста. Хорошо. Отлично. Хорошо. Ну, а то пидраки по КД. Ребята там дерутся. Так, ну я беру крит. Пусть будет крит очек. Сейчас джанга уже будет. Из джанга будем активно играть. Нам нужно будет задушить тускара. Тускар в мете. Пускар в мете, как-никак. Рубик красавчик. На что-то вот это его обида вообще немного не пойму. Но, в принципе, ну тут с одной стороны можно понять, а с другой стороны, типа, как бы, ну... Я же тоже там ввлился. Я не просто так стоял там. Я взял тоже и гробу, подогнал туда. Я пошел снизу специально, чтобы она прошла тут и закинул. Я считаю, что все нормально, заслужено. Напишите свое мнение по этой теме. Типа, ну не знаю. Я как бы керри. Кто там будет тащить катку? Рикимару? Ну и я, как бы, в любом случае тоже что-то делать буду. Так что, я думаю, все как бы, ну, нормально должно быть. Без всяких обид и прочей темы. Он, кробу гоняют. Ну, забирают изи. Ой, не забрали. Рубик. Рубик. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ля, чё пишет. Всё, я понял. Вот так, Рубику нет претензий, Рубик. Рубик такой парень. Пофлеймить. Рубик пофлеймить. Рубик пофлеймить. Нет, тогда я все снимаю эти, что он там молодец, там подобно, за то, что он пишет там маму, я не маму, и такой они респект, ребят. Такой не респект. Оп, давайте-ка нему. Бивандри, запнись, запивнись. На топе много суеты. Требл, ТП-шечка, Вич. Надо. Требл, ТП-шечка, Вич. Опа. Хорошо. Ну, next, дагерочек. Порошка, подхукал-то. Ой. Вот это я там потерялся. Я думал, я че-то поближе подбежал, типа, воежка. Слишком далеко. Ну, вот так вот сделаем. Ну, это, сори, мой фейл. Там доминейт был. Регенимся. Че-то я думал, я ближе подбежал, но это жесть. Ладно, мне простительно, ребят. После шестичасового стрима запустил, чтобы дописать каточку, ребят. Так что, сори. Стараюсь для вас, чтобы вам было интересно каточки подписывать. Надеюсь, вам понравится этот гайд. Только не ругайтесь. Пожалуйста. Не знаю, под томбу не хочется лезть. По зомбезе. Зомбезе. Хорошо. Томбу можно разнести. Рубик, брат. О, с одной точки омар. Так, ну тут надо же махать вот эту тему. Погнали. Стики в КД. Оп, есть кнопка. Но, кстати, это плохо. Сильно сейчас загуляю, сдохну. Еще раз на торнадо. Еще раз на торнадо. Еще раз на торнадо и бежать. Волосы назад. Хорошо. Отлично. Ля, от меня даже отстали. Как же барабаны, ребятки, выручают? Блин, собирайтесь всегда, я вам отвечаю. Это нужная вещь. Нужная вещь. Два раза юл дам. Неплохая пародия на Аркадия. Плохая, да. Кстати. Аплодирую стоя. Аплодирую стоя. Даггер есть? Сейчас поедем. Поедем дальше. Хорошо. Так, ну что ж, имеется. Имеется. Неплохо. Далее. Даггерочек. Надеюсь, эта катка вы увидите. Торжачная катка. Неплохая пародия, Юрид. Хорош. Оценил. Оценил. Сейчас бы на топ тпшку юзануть. Круто было бы. Кто скармитовый, очень быстро душит. Пирочек. У меня нету кнопок. О, трал пришел. Я туда мид колотить. Мид колотить. Души ее. Хорош. Отлично. Ну, next постараюсь аганим сделать. Блин, там два сайланса. Это так неприятно будет, ребятки. А еще без хп нельзя ходить мне. Эти две хилки принесем. Без хп нельзя. Тускар уничтожит. Он просто меня за проказ сольет с такими хп. Поэтому опасно очень без хитпоинтов. Аганим и... Аганим и Радик. Тауэр возьмем плюс. Они там ташку ломают тоже. Надо размениваться. У них очень сильный пик, кстати, тем что там некор. Тауэр, это два будет ломать, да? Но есть ульта, кстати. Есть ульта. Поехали-поехали-поехали-поехали-поехали-поехали. Долго-долго-долго. Хп-шка. Хорошо. Хорошо. Отлично. Хорошо. Треплкил. Кто треплкилл сделал, к слову? Пульс. Пульс, красава. Так, ну это по логанимам. Блин, классно было бы Радик, да, сделал. Вообще Радик фирст-фирст-айтемом, типа, делает ему, да? Из-за того, что там 2х за медло, за пиливание. За пиливание, вернее. Еще и кайф. Но нормально отдыхались. Под моим ультам там вообще такая суета. Овночь. Отлично. Овночь. Да, там тускар-рестница. 5 секунд. Он очень мобильный. И он очень быстро меня догонит. В случае, если я тут задержусь надолго. Надолго задержусь. Все, надо уходить. Даже этого бросаем, просто убегаем. Потому что если он побежит на центральную. Ой, на центральную ко мне. Скорее всего, я проиграю ему драку. У меня нету ничего. Ни маны, ни хп. Он может сейчас заглянуть в лес. Типа такой, ага. Типа, будет ли он там лес фармить? Этот, на панде на своей. А я пойду на базу. Не буду лес фармить. Вот и все. Сейчас посмотрим, откуда он выйдет. Действительно ли он за мной пошел или нет? Сейчас, что мне мой мобхак покажет. Все здесь где-нибудь выйдет, то значит за мной пошел. А нет, на миду. На миду. Я не спошел. Напал на обра. Парень. Тяжку хочу заколотить. Кстати, ульта почти есть. Они там в драке, в миду дерутся опять. Побежали, поможем. Го, крит. Раскачиваю. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Почуть. Или не надо уже, да? Уже не надо идти. Это как обычно, знаете. Хочешь подраться, идешь. Короче, афокашишь. Давайте сейчас посмотрим по фарму. Все будет прям очень хорошо. Роденц сделаю. Роденц в 20-й. Прямо если Сакрат сейчас прям выковырю. Хорошо. Если Сакрат прям выковырю, будет очень годно. Сакрат прям очень хорошо зайдет. Сильно тут задерживаться нельзя долго. В спину пошли уже, да, за мной? Ну. В теории, Тускар только может меня зацепить. У меня есть ультимейт. И там у Трала есть еще кнопка. Трал тоже может зацепить. Хорошо. Все, отходим. Где-то там. Ага, вижу. Есть, имеется. Вон они. Пармят, пацаны. А в Радик буду выходить. Полезно будет. Кто там? Путч там один пошел. Ой, суицидник. Нормально, я опусть пока. Путч там засуицидился. Пи-200 уже имеется. Одна драка, в принципе, очень много поимею я. Хорошо. Там Ридич, да? Я Тэшку заберу. Можно будет подраться. У них хороший пик, у них томба. Блин, активная катка. Я очень люблю такие игры. Так, 2-800, хорошо. Ребята прям оверт жестко берутся, да? В Андре. Что-то пехаться или нет? Тэшка еще стыть. Сейчас тамба пропадет, можно будет пойти. Гоу. Хорошо. Давай. Не могу выделить камп, блин, эту панду, прикиньте. Не могу выделить. Просто контроль потерял, не смог выделить шторма, чтобы выделить этого пацана. Но не акре, он ушел на ТПшку просто в наглую. Мой недоконтроль. Людейший недоконтроль. А я еще собрался тут пандой через Аганим играть, ребятки. Жесть. Прям людейший недоконтроль. Но хорошо, я сейчас тоже прыгнул в четверых замедление. Ультимейт. Очень хороший моментик получился. Но, блин, очень сильно недоконтролил. Очень сильно. Обычно панды очень легко контрю. Сейчас просто контрю. Не смог выделить. Вот несколько раз вот так выделяю, и они получаются. Печаль. Очень прискорбно, ребят. Зарюнено, да? Ну, можно было чуть-чуть больше импакта внести, согласитесь. Чуть не доиграл. Хорошо. Напоминаю, ребят, это вторая катка у нас на панде. Вторая катка. Вторая катка на панде через троечку. Это тройка. Тройка. Третья позиция, ребята. Третья позиция. 18-ая минута сакрыт. Хорошо. На троечке это очень годно. Мы, кстати, начали камбетчить файты. Ребята, опять пошли драться. Я не буду драться, пока не будет ультимейта. Рикетча тоже заберут, да? Ну, диффуз я не реюзаю. Должен долететь там. Долетает. Оп. Диффуз. Хорошо. Не успела там. Некор даблкил. Некор даблкил. Что-то плохо. Ломаем Т2. Косарик до... Кнопочки у вас дополнительные. Некор сакрыт. Можно в центр выйти, кстати. Но маны нету особо, да? Сейчас будет. Оп. Хорошо. Половида маны. Мне кажется, сможем. Делаем. Тридцикунд. Обливиан делает. Ага. Понял. Не знаю. Соло я тут не за дефо. 20 секунд. Соло не за дефо. Если некор там останется, я лучше пойду некор убивать. У него радик. Пища хп. Все только за ультимейт. Плэп ультимейт, да? У меня тоже почти радик есть. Радик дофармливать буду туда. Нафиг я соскочил, правильно? Облода фармливать. Они испугались, ушли тоже. Возможно, там вообще вард стоит. Хорошо. Чувствуете суету в катке? Я чувствую. Накали... Напряжение. Чувствуется напряжение в катке. Серьезно. Очень приятно играть в такую игру. С напряжением, с таким небольшим. Сейчас радик, ребятки. И там у нас готовится орчить, чтобы меня закрывать. Это плохо, с одной стороны. А с другой стороны... Сейчас радиенс, агоним. Возможно, бкбху надо будет просто сделать. Я хотел через ауры сыграть еще на панде. Но, то есть, тут получается только у меня... Только барабаны будут аурой. Радик. И кираса. Но бкбху надо будет. В принципе, у меня еще слотов много. Правильно? Правильно. Ребята там дерутся. Радик есть, ребята. Радик имеется. Остается. Как же жестко там играют, пацаны. Вот он. Радик есть. Хорошо. Радик есть. Хорошо. Сейчас дефить будут. У него томба. Я понял. Понял. Гоу тогда сами. Тэшку вторую разменяем. Почти шестнадцатый, кстати. Почти шестнадцатый имеется. Некор в миду. Я могу соло, в принципе, прыгнуть, попытаться там что-то сделать. Но не факт, что что-то получится. Я лучше тогда от хг поиграю. Дофарм ли еще может шестнадцатый аппетит. Там, наверное, крого сейчас прыгать будет, да? Кровь дефицца. Проба будет, наверное, покушать. Хорчит есть. Оп, хорош. Хорошо. Есть. Хорошо. Рош. Нормально задефили. Минус четыре. Двоих на себя отзвонил. Некор отошел там. Немного не успел подкинуть. Так. Ну и аганим делаем. Аганим делаем. Хорошо. Let's go. Чуть до аганима, в принципе, ребятки. Если честно, плохо расконтриваю. Очень плохо. Очень плохо расконтриваю. Просто клэп там дал и все. Но сейчас с аганимом посмотрим, как буду контрить. Пока не то арчидо. Какая-то я задефил. Правильно. Я задефил. Визард. Визард и 1200 еще остается. БКБ ха потом надо будет. После аганима БКБ ха, ребят. Потому что она будет стала скидывать. Опа, в ночь. Есть почти ульт. 40 секунд. 40 сек. Ульты. Давай, брат. Спасибо. Спасибо. Кош. Так, чуваки. Подъем. Подъем and go. Чуть дофармить надо. Еще 200. Я кд, парни. Они любят идти подраться, да? Мои тиммейты. Я в кдшке пока что. Ой, как они далеко там идут. Рикима оружейская. Пошел. Рош. Хорошо. Почти есть. Там еще Клэпа видели, как не хватало в этой драке, да? Прикиньте, там еще Клэпа. Все лоу хп стоят, я прыгнул, клэпнул. Еще раз клэпнуть. Накрыть камнями. Эту всю контору. И жесть, там столько урона было бы. Хорошо, быстренько забираем. Все, гидбэка. Иду. Хорошо. Орчит уже есть там. Плохо у меня БКБшкини дофарт. БКБхни дофарт. Зомбика пинают. Я так ему убегу, убегу, убегу. Опа, ульта пошла, да? Ульта пошла. Опа, хорош. Ой, как отзвонил-то, да? Вот этого панда сюда. Я как отзвонил меня шардом, жесть. Прикиньте. Жесть как отзвонил. Ну, хорош. Еее. Хорош. Ну, вот этого пацана, гоу. Чивандрия даю ему. О, рипер есть. Пей, пей на мужика, на мужика, на мужика. Хорош. Хорош, на мужика. Мужчина. Мужик. Мужик. Хотя БКБ и все. Нормально. Жесть как он шардом закрыл, да? Профессионально. Шардом отлично закрыл. Я вообще ничего не разюзал. Но я половину кнопок не юзаю. Шардом. Закрыл отлично. Так, ну, за эту драку почти БКБ-ху поднял, согласитесь. Это уже хорошо. Чуть остается. Там два Клэпа залетают. Жесть как хорошо. Клэп. Тузка, блин, может поднимать. Просто там такой ДПС идет лютый. Там Некр, наверное, надо поднять. Просто они все толпой стоят. Я постоянно в четверых прыгаю. Вы заметили? В четверых, в троих героев я запрыгиваю. И получается очень больно там. Опа, забрали. Хорош. В троих, четырех героев запрыгиваю. Это очень жестко. И получается очень сильно, что мне некого даже, мне некого даже по сути отзонить, да? То есть там как бы, ну... Сейчас попробуем максимально на экстовой драке посконтрить. У меня уже ульт откатился. Ребята, опять драться пошли. Я не успеваю за темпом игры вообще просто артефакты в каждую драку не успеваю брать. Зря они так жестко дерутся. Чуть остается копеечка с усеем. Может, они там сейчас сами драку выиграют, пока я тут БКБ хода колачиваю. Но маловероят. А, не, все, если Тускар умер, это ГГ уже. Там без Тускара никто ничего не сделает. Без этой метовой имбы. Метовая имба. Хорош, 500 золотых. Некор там. Некор не вижу, я могу сейчас так глупо умереть, умереть на самом деле. Просто с рибером. Очень близко стою. Этого крипа забираю и ухожу. Нечего тут делать, и в лесу резаться, и все. Но нужно, в принципе, стики закинуть. Хорошо. Рики там тоже начал раздавать. Есть БКБ, иду. Все, я продам стики. И на экс-драку надо прям хорошо, получше провести. 28 минут. Нас Рикимару еще тащит, да? Кстати, мастодонт 1х9, нормально. Барень, молодец. Не надо, да, альфи фарми. У меня хотя бы есть БКБ эхо. На нейсфайт. Слишком много драк. И до 7 раз Рикимару сдох. Потому что то там умрет, то там, туда. Слишком сильно торопятся. Можно от КДшек же играть. Некор там затарился уже. Все, я готов, в принципе, наказывать. Сюда оставим Кирасу. Хорошо. Тараска не нужно. СПКБ хай нужно тут работать. Ой, 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 ой. Я четко иду. Барабан. Хорошо. Барабан и поехал. Плохо. Почему бы еще так поставил? Бля, какой глимс. Жесть. Ну, БКБ всажено. Тэшку заберем. Я прям в Сайлент залетел. Опять он меня глимс санул. Ну, жмем барабашки. Хорошо. Хорош. Глимс своровал нормально, кстати, четко. Я на пол БКБ есть уже. Ну, отлично. Пусть сюда. Сейчас веселая некстовая драка будет. Не, я не буду. Спасибо. Ребят, в общем, надеюсь, более чем понятно, что на панде, как что делать, не знаю. Я в этой катке меньше объясняю. В первой катке я больше объяснял, потому что, если честно, сейчас я просто комментирую обычные дефолтные какие-то мувы. Ну, куда, что нужно сделать, что нужно дофармить, чего не хватает, чего хватает, чего наоборот в переборе. Там, например, фарм там от Рикимару, фид от Рикимару и тому подобное. То есть, я сам прекрасно понимаю, что можно было намного лучше там где-то двигаться, но в целом просто играть от команды тоже нужно. Вот, ну, Рикимару, допустим, там где-то потерялся, туда пошел, там это туда-сюда, раз сфидил. А я, оказывается, типа, виноват. Никогда так не слушайте, ребят. То есть, что сейчас имеет Рикимару, смотрите, и что имею я, в принципе. И сколько нафидил я, и сколько нафидил Рикимару. То есть, Рикимару 7 раз фидил и, типа, ну, пишет там Юфе по фарме, там и тому подобное, понимаете. То есть, смысл таков, что парень газует, газует. Вот так вот делаем. Тут надо ультовать. Ля, как глимс, контрит. Глимс, как контрит. Хорошо. Ой, хорошо. Ой, глимс, говорю. Шарт. Очень сильно законтрил. Хорош. Иди сюда. Хорош, я замедлил еще раз. На, Крип. Хорошо. Задуштили. Нормально. Не дают все-таки с агонимом пользоваться на всю. Ага, еще скажи, 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 еще закинул тебе раков. Стандартная, типа, такая приколюха, да? Ну-го, ну. Ой, господи. Какой смысл писать гайды на, допустим, хай, хай, на хай-птсов для тех, кто не играет на хай-птсах? В смысле? Понимаю. Или решил что-то умное сказать? А, я не понимаю таких ребят вообще в целом. Не знаю. Негатив, негатив, идет негатив. Уважал, но вот это так. Блин, я не знаю. Ребят, ну вот по факту. У меня уже не один раз от этого тема, если честно, поднимали. Типа, почему ты пишешь гайды там, ну да образно, на D рангах. На 4, там на 5к, на 3к. Типа, ну, как бы, какой смысл писать гайды на 9к? Если на 9к, у меня подписчиков очень мало. То есть, ну, смысл. Смысл писать для ребят, которые играют на D ранге, высокие другие игры. Ну, типа, зачем? То есть, я не пытаюсь там выпендриться, что там, о, я убиваю, наслаждаюсь и тому подобное. Я просто пытаюсь объяснить сущность персонажа. То есть, как бы, ну, таков смысл. А не там, что я там сижу, выпендриваю, выпендриваюсь, выигрываю. Не знаю. Я, сугубо, мое мнение, я чисто вот, ну, парень на тускаре какой-то очень, ну, токсичный, честно говоря. Да-да, а что ты тут тогда играешь? Вопрос такой, да, если, если вот вот такой, ну, типа, что за. Не знаю, обосрать, похвалить, называть. Я не люблю такую критику. Это неадекватная критика, потому что, ну, я стараюсь для народа, чтобы ребята понимали, что как делать. Вот, надеюсь, будет ребяткам понятно теперь. Так, ладно, ребят, Кираса, Кираса, Кираса. Немного отвлеклись мы на мораль. Если честно, не люблю в гайдах поднимать такую тему, потому что, ну, это жесть. Но, к сожалению или к счастью, с увеличением аудитории это всегда так идет, ребятки. Это всегда так идет. Так что такой смысл. Джи-джи. Кираса есть? О, хорошо. Погнали дышить, там некор бежит. Некор бежит. Брат, даю, даю, даю. Убиваса залил его, он очень медленный, стой. Боже, как я поздно нажал БКБ. Некор сдох, кстати. Слово. Что такое медленное, побежать? О, хорош. О, меня могут вот сейчас закрыть. О, еще Сайленс. Еще Сайленс. Ой, хорош. Что за юл? Что за царский юл? Что за царский юл такой? Аааа, цэшка. Ешка. Тэшка. Хорошошка. От этого пацана там уже не догоним, скорее всего. Кто-то юл мне дал нормальный такой. Нормальный такой юл дали. Без БКБ их, конечно, тяжело. Сайленс накидывает очень много Сайленса. БКБшка нужно решение, как видите, просто Сайленс. Игнорируешь и все. Игнорируешь и все. Опа. Погнали сюда. Если честно, вообще половину кнопок даже не нажимаю. Вообще половину даже. Тупо прыгаешь там, знаете, на автоатаке что-то делаешь. Но если честно, если всем этим прям жестко расконтривать, у меня бывают такие моменты, что прям очень люто расконтриваю. Но, к сожалению, в этой катке это абсолютно не показывает. Так, не могу я. Такое. Все такие, я, я. Хорошо. Есть, тревел. Погнали. Такой билд у нас третий получается с аганимом. Хорошо. Ну и остается фановый билд у нас, ребята. Фановый билд остается, который для вас и заготовил третий катки. Эту катку нужно доламывать. Там на миду некр. Рушит. Погнали, побьем его немного. У него там БМ надо будет. БМ. Тут только БХ, да? Хорош. О, хорошо. Ой, пуч какой у нас. А есть урны. Урны нет, кстати. Плохо. Мы еще не выиграли, как бы. Все равно. Не выиграли. Не хочется танчить, то, если честно. Потанчивать. Не хватает регена какого-то керасы. Все-таки хорошо заходит. И атак спид, и арморы. Все, как бы нам. Регена не хватает. Где она не хватает? 1800, сколько? 2800 хп у меня. Очень много, но не хватает немного регенчиков. Немножко регенов не хватает. Все делаем. Володьку, знаете, как хочется, если честно. Володьку. Очень хочется, Володьку. Т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. Не могу пройти. Не хочу даггер сливать. Поехали. Так, что там? Тускар, Рорчиде, Сен-Джи. ТП маловато. В данной стадии. уеду но не умру хорошо что на базу пойдем или на лоха п будем рисковать все-таки риск 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 а у меня там чисто хп на понюхать остается одна базой темы я едва не сдох ранник продавать не будем с такими артефактами надо пытаться закончить ребят с такими артефактами от меня требуется просто клэп прыгнуть побить разультица пока идет еще за медло дополнительное желательно 203 секунды подраться и дальше уже ультимейтом ультимейтом подушить вон ребята дерутся хорошо пошло дело нарезание за пандарью хорошо очень сильно контрит жесть где там шторм брат беги хорош я заявлю нормально но разнесли но все равно ма гроб могло быть и круче согласитесь не успеваешь там пиво еще закинуть знаете такое очень быстро разбегаются ребят быстро разбегаются в целом прикольно можно расконтрить ребят если научитесь прям люто контрить прямо это респект этим героям прям нужно уметь хорошо расконтривать но не в дефолте как я допустим вот в этой карте показывают то есть дефолт на тестом клэп ну станут кинул поднял за юлил а именно все делать прям сожалению а сейчас не получается вообще так на что там некорда жив 15 секунд пути мои почти есть есть одна секунда на некорах это опасно мне опасно опасно что могу умереть отойду танчал бы надо отойти не коржевой его закину его закину тэшку сломаю и будет будет прыгну без ульты можно удар туда и да вот эту штуку хорошо пиво андрея залили главное главное пиво во хорошо отлично ребят мы не знаем вот такая вот у нас получилась еще одна троечная к . если она вам понравилась напишите там в описании ну или честно я не знаю катка такая получилась но вроде интересно с одной стороны с другой стороны как-то немного немного мне кажется негативно парень на на тускаре немного занегативил сам ничего не люблю таких человек вот запомните его ник и и кикайте везде ребят честно негативит парень не понимает для чего делаются гайды в целом ребят неужели так обязательно делать гайды где-то на высоких левелах зачем делать гайд на высоком уровне для ребят которые только пришли в доту или средний уровень игры который даже в принципе не знают как работает там та или иная кнопка я вот честно не знаю вот это не понимаю но не суть смотрите в общем что в этой катке у нас получилось в целом очень даже в принципе неплохая игра тем что получилось сыграться все-таки с командой были возможности у нас проиграть эту игру из-за них ролайта не крыла все-таки очень неприятно ну и что еще мы с этой катке поняли с этой катке мы понимаем что третий спел трала очень сильно контролит наш суммон то есть нашего шторма иерса и фаера очень сильно тем что мы просто не можем пройти через через поле так как там field плазма field я не помню плазма фильм это field это у разора и помню как более утрала но не суть короче остается у нас секретная катка сейчас мы соберем интересные артефакты тоже на нашего персонажа напишите свое мнение какая из каток вам понравилась больше то есть но если честно с аганимом сейчас особо не сильно я показал как тут вообще сам по себе персонаж используется на все сто процентов тут не показано в этой игре вообще я юзал примерно где-то ну процентов но 30 от сил потому что стан клэп в основном там винволк и торнадо сожалению не успевал ни пиво кинуть ничего но в целом принципе игра нормально поехали теперь фановую интересную и посмотрим что из этого выйдет итак ребят загрузился у нас крайняя к . на сегодня и сейчас мы пойдем на центральную линию на нашей панде и постараемся сделать вещи как говорится будем делать вещи в общем это у нас секретный фановый билд в этой катке мы путь мы будем собирать жесткий дамаг жесткий керри билд можно сказать на панде и ультимейт будет у нас такой на подсейт в ранней стадии конечно же будем стараться юзать но ничего посмотрим в общем смотрите наша задача сейчас мы идем центральную это первыми второй момент вы фармливаем скорее всего по-любому тут будет радиенс дагер ну такие артефакты и конечно же в дамаг что-то еще будет дополнительно по типу что-то мкб по-любому там я думаю что нибудь еще можно будет сделать там сию сатаник может что-то но сия это не лейт артефакт поэтому я сию в целом вообще не рассматриваю как артефакт какой-то поэтому и вообще даже его не собираю можно будет попробовать через лотар сыграть то есть даже так то есть криты и пошел тык 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 нарезание в общем надеюсь катка получится интересно ребят обязательно пишите свое мнение по поводу этой игры которая сейчас будет и насчет прошлых может вам прошлой как-то тоже может понравиться о я вижу тут назревает манта а что если допустим манта молния бкб там да такое прикольно было вода манта молния бкб чтобы так вылазить что типа настоящий кунг-фу панда получилось чтобы нанесу так хорошо снайпера взяли он термо риси на и жир там жир там так но сайланса тоже много там в с 1 silence 2 silence при сайланса очень много солнца панда очень не любит silence это жесть просто это просто жесть да надо будет делать манту скорее всего blacking bar нужно будет сделать возьмем топорик stick хилочек здесь ребята сильно не раздушатся сильно не раздушатся поэтому постараемся задушке сейчас нормально интересную игру да и два танго кто-нибудь даст танго если все спс от душе вот так вот по-человечески чисто решаются все вопросы попросишь нормально и люди дают и обязательно поблагодарите потому что это залог успеха хорошего стараться хорошая комьюнити делать да ребятки не забывайте что иногда бывают музовые катки иногда вин катки к сожалению от этого никуда не уйти не нужно каждый раз там негативить после какой-нибудь проигранной или там хорошо выигранной игры и не выпендриваться вот когда я начинал играть доту никто никогда не выпендривался и никто не хотел даже никого обидеть в принципе никто никогда не обижал так что вот такая вот тема ребят не знаем варту меня просят давайте себе а нету варта мне да ой 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 мне 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 уметь war надо меня sky задушит миду sky в миду душа хорошо показали ведь что мы очень серьезные ребята серьезные ребята что-то там на топе да свита снайперу гг да погибли снайпер снайпер погиблый стайбор детского брат так как томи дубы куда с кубми дуда еще и sky сделал фб это очень тяжело бы оформить тут конечно тяжело будет фармить но мы постараемся ребятки вы стоять пивасом кормить его папу что мид отжал у него уж тамид отжал у него да хорошо качать против хуржа спросите вы но возьмем крит промах и в андре тоже хорошая вещь рудге так-то не сильно трезвый всегда в целом если бы стоял митская мне кажется шансов у меня вообще не было типа хорош по душам чисто разминочная разминочная хорош до булкил нифига там делают ребята вещи через борт лик пойдем ребят через борт лик и главное ласт хитит есть не ласт хитим и раки и силос хитим и прошки хорош сейчас подхукать нормально сделать кстати может сейчас душем очень сильно наглею но тут надо быть хилом взять очень много крипов тут у пудра они попробуем его отзонить чтобы полос хитить у него под тавором вторая пачка пришла хорош рож напряженная нас обстановочка под т.к. ой какой крит не в тему вообще ужас какой-то так хорошо берем пиво в любом случае пиво наше все из пива никуда сапожок возьмем наверное ребят сапог сапог можно стики про пати пазы ботал а заботу я стану руну под контрил на топе вы там еще и иллюзию под контрю так сделаем хилочка возьмем хорошо и рут гея погнала тема мстики еще есть одна . искай глазка и разминать нету нету кнопок это еще еще не взял до ирак а здесь и июй брат промах дал ой какая фиссура и мне за руине уже есть там глимс есть интересной глимс геомагнетик хорош буду драться а не хватает прикинь и сура сура руин овер калин хорошо подтолкнул меня по товар но фиссура очень плохая сейчас было если он дал и как-то так но я пуджа забрал на характере понял что там уже никак целом пойдет но все стянулись нами даже керри пришел нормально нормально ситуация в принципе пойдет стики хорошо что не отдал стики сирном там не решили ничего пойдет но надеюсь это первая последняя смерть хотя там пик такой знаете лютенький пик то лютый sky кстати на четверке полезная вещь sky на четверке надо фармить и все наверно первым все-таки фазы сделаю там уже боту же боту хорошо щит но это плохо 3 в виду я тут умер визе был до калин походу вистам я не видел что модель чем никто даже не кликал я не видел не видел вообще так но против троих на миду стоим хорошо стики я даже не жму но нет смысла там стики нажимать 5 лаву так говорил я про смерть до надеялся что и умру ни разу там больше лучше сапогом просто убегает жесть хорошо так но все пока что идет не по плану согласитесь на тяжеленькая к . назревает жаленькая к . назревает вас сделаем будет очень хорошо пока что 6 левла нету сайлы кстати там сайлаксом душит sky тоже молодец отлично на четверки отдушивается ножка попотеть придется немножко попотеть перед стакката году подработать надо хорошо поза имеем а за придут можно будет пуджа еще собрать 150 маны там нахуй не буду клапать next подойдет постараюсь забрать для как живет хорош хорош для укатился но нету нету кстати хитбоксов чтобы остановить его как-то потому что там только панды смогут остановить но и путь засуицидился это плохо да плохо пока засуицидился его убил из это тоже хорошо в принципе а не то я помогу если что хорошо боттл некстом боттл некстом пойдет целом неплохо он неплохо моя моя земля не оказалась земле сильнее чем та земля которая играет в с данный момент так вот лик боттлик боттлик будут ли тут барабаны другой вопрос вот он точно будет вот он держит ребята держат сейчас надо башку на фармем тут нужно будет овер активно играть вы с пацаны хорошие лучших нормально пойдет стать очень сильно путь будет грызаться стараемся перри фармить гау крик перри фармить как мы обычно делаем если что-то идет не так мы стараемся перри фармить правильно центральная принципе 43 крипа у нас имеется 53 крипа дефолт но я в принципе стою сейчас соло единственно только не иногда подгангивали да поэтому как бы сейчас много такое много такое отлично ну надеюсь успею забрать потом кау по идее на ром пойдет да вот он роман роман ой как он его засейвил то такие или нет не засейвил стеки есть монет ульты нет ульты нету 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 прикиньте как пульс засейвил его пульс засейвил хорош искающий пришел как же вообще да молодцы стики я там уже не успел можно было раньше чуть попытаться найти всю эту контору уже молодец лично сделал молодец путь изи изи жалко там ульт вообще микро кдшка плюс стики в кд но как в когда не нажал уже уже не успел там skywood поставил себе поставил кстати стики может перешали по пойдет 13 стартуем цены рудге четверка кого кстати будет скорее всего и аганим на еще но тут дамаг будем дамаг делать в любом случае будет интерес через дамаг поиграть в брасер так что там по крипам 50 крипов имеется кстати но очень много фида очень много фида очень много фида восьмой лейбл будж принципе он силу собирает это плохо силу собирает что-то sky беда в брасер пришел искать пойдем лови час от активных рун можно поиграть там часа он сработает моросить очень сильно сильно моросить будет очень активная игра такая знаете заганганая дать и сама то нормально можно подыграться отыграться можно там еще и sky будет скорее всего не пойду против троих я не пойду все ребята нам пришли кушать до пришли меня за silence просто перекроет и все ничего не сделаю вообще ничего не сделаю сколько 53 гриба и сделал банальных банальных дефолтных так ну что если команда играет тогда госкоманды play да есть такая приколюха командный play называется какой камень у ее кусачки пошли сау на лице не главное клэпнуть ясно за надо было улететь просто на опять меня фиссурой закрыла так ребята разменяются хорошо убилась убилась у нас еще спектра и выезд тоже умрет да есть хил хил накидывай сразу на лицо снайпер отчего сдох салатом за души с ес ес братец шош так-то плохо на x free фармит у нас очень активно пацаны в с играют но там по-любому клэп хорошо бы зашел их чуть-чуть не хватило надо сразу ультовать пойдет плохо что буржа сейчас буду там артефакты я не смогу пользоваться героем на все 100 а через барабаны дефолт на еду потому что мне тут нужно уплотняться еще скорее всего плаку придется брать много магии много магии очень много магии его вообще не успеваю кидать ничего просто сайлосе стою ребята по на контроле моего персонажа метод не дам суета такая так ну что там есть пятерочка четверочка со золотых монеток будем пытаться sky убивать или нет роба байди моя катается хорошо пошло дело да вот она фиссура вот она вот она вот она фиссура заберу хорошо погнали есть рича ну ты чё ой что это у меня открылась btf чем сделал и вообще не впырил чем сделал так но это сало на мне и вообще не впырил меня еще меню что какая-то открылась в июне увидели по любому да вы ее не увидите без вариков есть пара башки руки пришел да вообще не впырил че сделал шаману как д д брат когда дашька про то вы его убьем блин чё боитесь nike's range w поехал а там ожидать чем д д д пацану пишешь еще заберу да он берется да ладно руки будет прыгать вкусно ставил меня без руны к сожалению д дашка тем более отлично д д заходит . отлично заход там сало еще сало вообще чуть непонятно сферы согласитесь и понятно был центрально фармить мид выходит да только меня увидели сразу убить побежали увидели жалко даггера нету это пацана было бы очень хорошо забрать он очень легкий вкусный пазы нажимаем нажимаем барабан и пишет прям тоже вниз пошел он там на баги бегает она баги бога юзная фанда перед там пока юзная фанда 122 бегает парень вот так маны вот ли нету ребятки все плохо грудки и даггер еще затяжка тут сейчас выживать будет надо пытаться надо пытаться хорош хорошая фиссура на мой сайф чисто но сам умрет скорее всего даггер надо с даггером пытаться как-то перекрывать но что сейчас все очень плохо в игре x фармит но у нас найк мне кажется вообще не какущий будет что такое это подозрение есть очень лайксу знаю почему но помочь ему да так кажется очень тяжело будет хорошо спеку забрали хотя бы внизу уже радость правильно правильно проблема к олимпе 22 бегает флагом и стала фармит еще стала фарма и попробуем интересно они там шагу еще хп через ульток убивать заберем мне кажется разберем ясно заберу этого пацана хорош доказали за сейф он только за мной ходит это чел с прошлой катки который там говорил на 10к зайди и тупо узнает что это я бегает специально за мной вот то о чем я ребятки вам говорил кстати насчет вот этого контента что ребята строго играют вот если знает что это я старается меня законтрит специально бегая за мной то есть но вот такой вот смысл это то о чем я вам много раз говорил на стриме что в обычной игре никто не зная меня не будет бегать за мной а вот здесь вот видите он знает что это я и он бегает специально то есть старается как можно сильнее мне моросить вот об этом я и говорил ребятки так что держите в курсе тут не нужно ходить гадалки там что-то придумывать это все вот видно кстати вот по контенту на лице и говорится все на лице хейтерский контент называется сейчас запишем контент но не знаю как тут будет но с дамагом правда помогом как у нас будет у нас будет с дамагом очень тяжело и с отдают просто до снайпер тоже как криптом сдох как крипт сдох часть арширные вы посмотрите на него на x0000 сбор она фармим проверки остался чуть до даггера руна даже выходить смысла не вижу тем владими мне кажется мы все равно тут просираем late game и тяжело будет на x вообще не играет пока что не играет может вы фармим погнали вот эту штуку продавать дагерочек есть путь очень жирный 1600 хп это он еще без флешки по раскачана у него там к слову 72 72 это значит что примерно по 2 14 15 силы примерно плюс-минус первого леву это очень хорошо очень хороший результат так перекинули даггер что-то вместе они играют до снайпера идут снайпера и гуская можно соло забрать сейчас он один тут будет все они ушли он один цены погнали 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 отчет пускаем до его закинул а тут уже больше знает что протупили протупили чё-то хорошо я ушел фармить хорош лично уходить надо спик ульта нету блин к вас просто и все лаку бы надо взять вообще тут нужно в дамаг если у меня тут фанов вообще меня это фановая катка мне нужно отписать только фановую катку радиус радиус наверно будем делать радиусы постараемся вы блин а с радиусом меня жесть как там сайланса за контрит так что тут сомнительно пушки у сделал спектра там с маской ходит сомнительно что такое дело ребята т.п. спека по-любому еще оставаться будет там еще пачка крипов пришла это значит что так соченького я еще под фарм ли чуть-чуть останется по-любому или нет не остается и остается странно странно это мы остаемся там бегает еще путь жирный жирный и као там тут как тут 522 мс а боль 122 мс а побежали жирные очень жирный от зоне на вся карта у нас к сожалению спектра вышла на line с мамом но если я нападаю на спектру это смерть потому что типа ну а не вон все внизу стоят чего-то айкс нападе nice nice хорош хорош это было засады короче ган превратился в ган сало дал прикиньте я хорошо пойдет пола дал манчику вот там никого там нету брат нормально хорошо отлично файт пуджа забрали всех забрали расконтрили я там вообще меня они там не ожидали увидеть по факту жалко что ничего особо не срубил но моя команда стоп отформила согласитесь это очень хорошо бутская sky забрали всех забрали только спека фармит с радиком будем душить сейчас ради нас будет и потом в дамагу ходить будем все-таки в ультимейте хватимся все равно по-другому никак там сайлоса слишком много слишком много сайлоса всякой прочей темы он фарма сколько . много сайланса такая прочая тема от ультима это будем просто играть камбэк не все нормально будет снайпер сэнш имеет хорошо полторышка полторышка есть у нас на деток 30 будет отстань от меня браконьеру еще этот чьи этот тип стреливая настреливая еще по танчику даю хорош спека там душем где магнетиком потянет хорош почти хорош понятно хорошо плохо очень плохо брат находим нету нету мага брат ой шаман мужчина на 5 магнетиком потянет и сура брат есть суры нету я умру умер 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 снайпер настреливай брат давай хорош и его туда же молодцы шаман бей брат ты чего забавно шаман делал сейчас так ребят ну это честно не вначай такой файтинг да не вначай но нормально все равно там молодцы пацаны старается сэви там суета такая лютая так шаман шаман упаси от куда хорош чётко а их сфармит тем временем если честно вообще не вначай такая файл этот файт мне вообще не нужен был я спокойно фармлю 2400 есть только 30 я буду в любом случае радик пытаться делать а по руке мп типа закончилась говорит уж форстов с 5700 хп ульты не было по наверням не было на ульту паны на ульт не было вообще оксасан просто д но все равно от него толку не особо побежали камешки стоят эти чем нужно сделать сейчас подспамить 1 2 3 она пошла рутги серьезная оппонента рутги прям серьезно душит вот эти ближние кемпы я не хочу фармить о хостах стал драки пригодится аккуратно заберемся что ульт есть нажимаем барабан если что убегаем сало в виду а гоним сайлансер кстати мана будет пытаться у меня сжигать и его фармить армит спека фармит тоже кто быстрее возьмет родин с я или спектра мне кажется я возьму быстрее что спектра все-таки спектрой а фармит а значит побыстрее будет фармить чем я тем более она будет увереннее фармит что они сейчас более больше доминации находятся они более доминируют чем мы по сути сейчас такие такие пассивные ки 3000 есть я пошел вниз пошел вниз ребятки все в виду 3000 имеем успеха там леса гоняет уже за мной выехали только вот я отошел все вижу только отошел сразу пацаны за был да там две драки назад офигенный файл интересно очень интересно брака был по ее по ее быстро фармит от нее там урна она сейчас быстро за фармит и выйдет зря вы пару не идете по речке то очень плохо они все видят сразу пошел а палка палк сразу это плохо это плохо они у 522 мс а попробуй догоним арчи делает арчи делает хорошо что-то от сайланса бы сделать нам надо самим попадать вы самим нападать а варды есть тут на руне хорошо радик в любом случае делаю радика никак нам нужно как-то от меня нападать вот так допустим они сейчас стоят прыгаем нападаем никак иначе потому что у нас потом шансов мало бабалка нажимается очень тяжело потом очень тяжело хорошо пойдет хорошо на x20 так и фармит 30 минута кстати слову парень фармит почти ради кейс на 30 минута кстати ну со спектрой проблемы лютейшие будут все-таки панда я спектрой никогда еще не вытаскивал попробуем что-то сделать может интересно даже будет посмотреть на это противостояние сократ имеем инвиз инвиз то хорошо нами ду крипов заберем опасно сейчас тут вообще вылазить лучше поближе она же бежит нами она рчет делает в этом пандем кстати хорошо дайте родник добить твоего sky бы зацепить было бы хорошо чем него там т.п. к. есть есть но возможно т.п. уйдет видя вот эту всю контору нашу можно просто войдет на т.п. радик да ушел на т.п. ради копейки остается б пристан хорошо что там нету под мы типа знаете онлайн а сейчас почему-то подумал что там нам онлайде пацаны 300 радик 100 его смогов пойдем сейчас соточка добиваем и смака наверно юзаем погнали будет нормально хорошо вот на получается смогов кур цанчики это золото лучше госту купил ветерам лучше госту купил что там и я сам дайгера нету до форсик тяжелая игра конечно спекам ради у меня тоже ради успехи радик в принципе одинаково вы форме ли но ситуация у нас похоже 1 слабее а она из осуждаем осуждаем вы короче проигранный проигранный врыв я не доиграл не знаю не прыгнул героем пармите интересно когда на x раскрываться будет у нас ям очень интересно спеку принципе он должен грызть в принципе а без принципа будет хреново а пока баха опять делать я хотел и сейчас надо узнаете фан не в пановая катка типа дамага видимо тут пустомаги а типа кираса будет мгб какой-нибудь они не заходят за нашу половину потому что они боятся у нас также тоже боюсь арчи много сайланса очень много сайланса очень много сайланса очень много сайланса на x почти кираса но кираса 2 я делать не буду молния будет тогда молния бкб что-нибудь такое что надо растягивать их на т.п. как приходить чем я буду заниматься гол ботлов помойку закинем кто-то поставился на x забавный парень ну блять и а и 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 хороший но я могу так нажать но я не побегу дальше вес 600 нормальным забрали мои ульты там sky state и панда да я не пойду с такими хп они и я с такими можно next нам сделать бкб ху это будет на руку хорошо пойдет крепче стоит стоит отлично эх не успел забрать так там руна монетка редко не нужно упармливаем чо по-любому бкб ху и варик по другому нужно бкб х и наказывать sky сала даст до свидания как раз бкб х молнии погнали молния после бкб хи и можно будет со спектрой подраться красиво сейчас мы покажем сейчас мы покажем что такое макро действие пацаны правильные движения правильные мувы правильный сбор залог успехов даже в такой катки можно выиграть еще ничего не заруинено ждите и тем меня вы видите там варды я 300 золотых давал я пока не пойду сейчас тут делаем вот так вот 100 бкб бкб хай будем уже молнию можно будет потом обисал радиенс разобрать но честно в ультимейте радиенс но ради этого только оставлять по сути ратик то там получается два радиенс соответственно не 17 а получается двадцать тридцать четыре процента промаха интересно да получается может и оставить да окна есть бкб есть бкб я готов подушить просто нажимаем бкб прыгаем беремся пока до кончается лотар делает это типа имба будет прикиньте лотар плюс 522 м с а у него постоянно под фазами это очень быстро будет он и так очень быстро его хрен поймаешь увлится 122 под багом помните гайд на а алина ладно багать с первой минуты до или багать на 30 случайно типа на бывает поэтому тут такое на багах конечно репрессор сайленсор 12 секунд салом не очень будет от секунд еще манты звезды молния манта допустим до волосало снимать или они сюда фармит сейчас вот он такой сказать запутался огонь им сделал ему только проблем будет я в бкб буду в сайллесе тоже бегать у него два там две кнопки буду драться как мужчина мужчина буду драться упал напал там что хорошо пойдет там без минус одна кнопка в принципе можно попробовать я потанчу вон 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 можно еще искать тут скульт у враг ошибочка получается окей не бери регент зачем он тебе нужен я возьму но не должен уходить не должен у глобалка еще а юшу криса и глобалки жесть посмотрите на шамана братец ты жесть вообще просел это плохо было загрызем хорошо митэшку смело мне кажется смело снайпер еще жива отлично камбеком нормальном дамаги походу тут не будет но потная катка есть но next волне чтобы можно было с руки драться шаман может умею поставить почему нет попробуй пока бэх правду шаман змей просто поставь хорошо пойдет центральный похоже сломаем да из бкб душа прошел я тут я отхожу на их словах и повый . до ломаем интерес в лотари панда но надо бросать его нет и варик я тоже сдохну если останусь надо бросать у него там лотарь тем более аллатарь не контриса все вы знаете и плохо на x все-таки вносит импакт раскрывается парень 325 41 минута нормально как говорится с 1485 нормально я считаю что более чем достаточно у меня там flame жесть как быстро стоп сейчас молния молния и пойдет принципе я даже думаю тут дамаг получится собраться на ой погиблый удачи ты делаешь пт ой 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 ну это же есть еще что он делает он же мог уйти ну в принципе он его немножко переиграл да на таких хп на типа у него наверное расчет был ща как перекились хотя там может спектра подобрал его да окей так продаем стики берем молнию будем прыгать просто дамажить пуш там с диффузой еще с диффузой с гостой конечно это жестко остается нас возьмем рейси пи молнии молнию но серьезная гадка немного уже перерастает фан рот шостак и спектра кстати нормально там под молном под радиками разваливается 2 карита ссори без шанс не заберем 1к молния я лес пошел из бездаггера на шаману надо нагле немного сми ставить с я так думаю честно с губа мое мнение хорошо молния уже покруче вывелиться тема драка да пошла а нет но синайкса вытягивает там губе я бы помог так 800 золотом волне по-любому надо допать из варика кайф будет буду прыгать будем дышать все равно путь да ой 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 прыгает умирает удушить его еще один и там 200 маны отлично хорошо на рассинхроне поймали пацанов можно выразиться так центре да центре очень сильно решили центре очень сильно решили так ну что 10 на 5 уже камб чем ребятки по дашки в норме по артефактам 22 левел все в норме все таки в дамаг я выйду третий билд у нас будет успешно ребят таким next мкб х и обессал описал это радец будет у нас все есть молния у нас тут еще получается мкб керасу мы делать не будем потому что у нас на из команды получите пусть делает к драку вниз и лимит и по моему мы запакованы у нас есть бкб шкаф семерку еще камерку бкб шка можно будет просто прыгать и драться под молнии прямой там дамага будет ласти вот только не хватает согласитесь блин на самом деле ребят вот сколько я гайда пишу я не могу все равно передать в гайдах максимально тот самый кайф от каждого персонажа в той или иной ситуации потому что к сожалению я не могу выкладывать там больше чем две-три игры ну потому что она нету смысла я столько игру играл блин классных интересных где тот или иной момент просто решается микро писью ликом каким-то микро микро прям действием и к сожалению такие действия порой ну невозможно показать в обычной игре вот в такой вот который мы сейчас играем она под на это игра под на 46 минут все зависит от того как мы будем играть но 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 она под на но все равно я еще не придумал что сказать но я думаю но вы все поняли тут не до конца все равно показано насколько этот герой хорош все равно целом мы что-то делаем но у них мид пушатся это хорошо мы сейчас не будем подламывать я них нет даже банду бога юзерскую выигрывает понимаете на четверке он меня залез так это же хорошо интересно вар действий но типа гол в принципе бояться нечего сайланд сдают лучше если укусит только единственно будет очень приятно дальше дальше пусть и будет неприятно спектра на ферме все равно дастов нет это плохо хорошим бы вижу там она роша от рошана вообще изи сыграем барабаны продадим еще и мкб х будет куча на x у оек мне кажется и сейчас рошу запинаем будет нормально очень интересно будет так он чтоб на x не спал ну или тебе у ее это плохо внутри секунды всего ой сало дал прикиньте сало дает я очень далеко от занялся надо дойти мало хп что глобалка я без глобалки вылетут хорошо поможем в принципе наперед если выйду там форсабу и даггер еще отлично о пошло дело глобалка жесть прям закрыла панда у меня стой выбили 3 3 кружечки так у меня есть почти вот так куда 3 800 сатаник бы какой-нибудь дашь чтобы драться с руки спека спектру побаиваюсь и а бэбра и задушим задушим надеюсь уйдет на x так идет как-то там я счет под подформлю они есть бкб в принципе почти ультимат есть ну на отходе поймали не выдержали нервы у пацана вот так вот потные катки сливаются кем-то дальше такая вот катка получается перетерпели хорошо но ребятки плотная игра я считаю что можно сказать даже выиграно очень даже интересно получилось давайте сделаем сатаник еще на кучу сейчас сатаник продадим эту вещь еще игра не закончена сейчас там еще ребята приедет спектра больше стислотовая так что ну бкб х прям кайф бкб хи прыгаешь раздаешь кстати вы заметили в каждой катке почти ливер хотя это еще фильтруется я стараюсь ливеров кикать везде постоянно тупо ливеры везде о гиперстоун и плейт мэйл и чейн мэйл и террасы это на икса кираса пойди x выложу на икса короче она выпала и он так и не понял что она выпала айтс и раз а ури твоя хорошо река и ее потерял так так ну такое есть кираса отлично в общем билд закончил 50 51 минута но тем не менее ребят у нас еще остается гиперстоун и остается еще крайнем башер и travel желательно в принципе не до фарм люты но катка плотная получилась потому что загангали очень хорошо загангали но в целом камбе чем sky слился четверка слился sky это хорошо и в принципе принципе не считая того что у нас как-то смотрите пока дашкам все у нас хуже пока дашка мы все равно выиграем за счет того что вроде как мы правильно что то нажимаем но и на x конечно который в лесу сидел очень тоже хорошо делает там в целом ребята молодцы очень плотно сыграли сайлансер конечно не знаю мне кажется сайлансер их подвел потому что с ними не играл у него 828 но тем не менее он мне кажется с рефрешем с аганимом немного не то дело не суть не суть в общем наша задача на данной стадии игры это порваться подраться максимально подраться как это возможно у нас есть сатаник постараемся подслить хитпоинт из через сатаник подушить и у нас еще должна быть башерная основа здесь на их вперед гол мне кажется надо идти уж там сразу артефакты приойдет помогаем мухтар мухтар кто такой мухтар иллюзия но есть молнии душа хорошо пандемии зашел туда низ я не хочу на главу вороте поэтому как-то поаккуратненько будем снайпер у нас кстати молодец вроде типа ну знаете крип контора был но смотрите снайпер у нас имеет 10 11 но у него очень сильный артифайл хорош сайланс хороший я бы к бы не нажал а как я в полете не нажал на бкб я же летел я нажал бинт вам клянусь нажал причем и четверку и пятерку я нажал поиграем еще жалко конечно четверку пятерку я нажимал вот и поверите у меня на пятерке стоит бкб х пятером надо кнопки нажались знаете что я ищу я ищу механическую клаву с вот этой кнопкой смотрите ой сарик с вот этой кнопкой посмотрите между за этом и shift он имеется вот такая кнопка нигде нету этой кнопки у меня это один из биндов и очень удобно потому что расположение shift z к рядом вот это все и очень кайфово пользуется этим дополнительным биндом то блин клавиатур нету с этой кнопкой вы прикиньте я не знаю что делать я не знаю что делать просто нету кстати у нас есть башер по сути да башер гоу купим разберем радик соберем обессал будем прыгать нападать души так что вот такая тема ребятки если у кого-то есть на примете хорошая механическая клава дайте знать мне об этом в комментах потому что я хочу механику купить все у меня мембранка и говорят клики лучше намного на механике потому что там полноценные клики а тут может быть такое что мембранка может не отбиться что такое но не суть короче слил сейчас этот замес я максимально слил как можно было так значит смотрите продаем радиенс рейси пи берем вот эту штуку тоже где там у меня нету прикиньте джавелина nikes ты свою и разу заберешь с куры я джавелин не купил чак x без кирасы бегает до сих пор не понял на сих пор не понял маны конечно у меня не актив согласитесь но мне сложно как-то драться мне кажется мы еще и проиграть можем очень под на будет сейчас пацаны там при один сног мне надо дофармить уж на иксу самому уложить чуть до формы там сало еще ждите надо nikes отослать кирасу вложить ему самому потому что он видимо не понимает чем речь какая кираса у меня есть кираса вообще ребят но это чисто руку там у них очень сильный кнопки кстати массухим снайпер без бкб просто как либо атак спида вроде мало да ну вроде молния есть ждите 50 копеек 50 копеек урожено стремим жирный спектра еще ничего не купила то есть nikes надо кираса вложить от он не вкуривает иду иду к вам торопитесь ради конечно зря очень-очень зря продался мне кажется nikes и разу возьми без нее играешь глобалка вот она чем еще одна глобалка он там один у аспека у меня есть кнопки на спектру хорошо сало можно зацепить на икс кираса не хочет брать у меня баны нету просто себя нажимал он рокли походу на найк симаны вообще не да посмотрите просто есть обе со есть молния на ульт не хватит на 175 лучше это не 83 это плохо сад и нету ничего задушить надо пашар можно в студию хорошо отлично хорошо гонись слушайте но в целом блин дамагерский билд вроде как я собрал но тем не менее я его не разъюзал вообще в принципе и разъюзано мне кажется и разъюзано но тем не менее игра получилась потная вы такие катки любите парень вон который говорил там на 10к бегает на панде с погаюзом вот говорит давай на 10к там играет отчет это хорош нарезаю отлично говорит давай там на 10к гайды пиши в целом он кстати хорошо сыграл на прошлую эту хорошо в принципе сыграл пацан но не знаю я так понял он сейчас пикнул сигнатуру на типа не сюда хен я тебе сейчас выиграю ибо и бога юзи по язык но это такое ребят на самом деле на бога юзи как бы не кайф не знаю ребят понравится вам такая катка или нет а в целом я считаю прикольная игра с камбайков 60 минут очень интересная катка попробовали мою панду собрать еще дамагу вроде неплохо дала моем третью сторону у нас еще и мид там падает от шаманов ставь лайк за найкс и на их забавный попался то есть к и кстати там еще очень жестко подвел согласитесь хорошая игра ребят на этом я в принципе закончу гайд я думаю в принципе дамагерский билд у нас получился ну вроде как что-то и получилось еще не получилось но тем не менее это фановая катка но фаново потно и не вставить я ее не могу тем более еще и парень там на первом слоте немного там хотел что-то поддушить но целом я считаю что очень хорошо камбэкнули очень много сделал снайперу просто посадить на снайпера на x не знаю на x вот так до сих пор свой керасу не поднял не знаю по общему импакту я считаю что к . очень хорошая но фида кстати в сравнении с моей командой у меня в принципе неплохо найкса который лес ковырял по фиду совсем мало но тем не менее он просто к . это максимально играл не знаю напишите свое мнение по поводу этих игр ребят на этом гайд окончен пикайте банду очень сильный герой очень интересный герой просто вы фармливаете покупайте бкп докупаете дополнительные артефакты идете душите так что такая катка такая катка ребятки мнение остается за вами судить вам не забывайте ставить лайки с вами был я ксеназос не забывайте что я рассказываю все и обо всем как говорится обо всех фишках ну и все всем удачи и хорошего дня что я рекомендую обо всем пока на этом нет спасибо вот Продолжение следует...